Они были сформированы из 50 миллионов очков опыта и навыков, которые он только что передал системе. Два дракона, которые иногда казались обычными драконами, а иногда драконами наводнений, окружили священного духа лазурного дракона слева и справа. Они попытались разорвать его на части, и все трое были уничтожены в этой схватке. Из-за священный дух божественного костюма лазурного дракона не смог напасть на Лиюньму. В этот момент в его голове раздался торопливый голос системы. Хозяин, быстрее начинайте заключительный этап создания. Глава 501. Теперь я ей обладаю. Получив напоминание системы, Лиюньму немедленно успокоился. Он укусил себя за палец и отправил каплю своей крови в сторону незавершенной экспертной брони, парящей в небе. В то же самое время он начал зачитывать заклинание, которое было последним шагом в процессе создания экспертной брони. Пусть все получится. Капля эссенции крови проникла в экспертную броню. После этого Лиюньму начал нараспев зачитывать заклинание. Небо небесного мира, наполненное ревом святого духа лазурного дракона, мгновенно стихло. Алый свет вырвался из экспертных доспехов, силой затянув обратно лазурного дракона. К счастью, хозяин использовал всего три части божественного костюма лазурного дракона. Будь здесь все пять частей, шанс успеха был бы незначительным. Внезапно сказала система, что теперь, как успехи. Лиюньму было наплевать на это. Сейчас его волновал лишь один вопрос, была ли легендарная экспертная броня успешно создана или нет. Поздравляю хозяина, исконная экспертная броня была успешно завершена. Прошу дать ей имя. Голос системы, наполненный легким возбуждением, эхом отозвался в его разуме. Успешно, я действительно это сделал. Лиюньму был сильно потрясен. Хотя он услышал поздравления системы, он все чувствовал, будто находится во сне. Тот, кто был чужаком, на самом деле смог создать исконную экспертную броню, которой не мог обладать даже один из миллиона. Это было просто непостижимо. Даже он сам не мог в это поверить, а его сердце бешено стучало от волнения. Он внезапно выпустил свое духовное сознание. Как только он это сделал, он сразу успокоился. Одной мыслью он мог ясно ощутить существование исконной экспертной брони, которая ассимилировалась его линией крови. Даже если он закроет глаза или все его пять чувств будут заблокированы, существование исконной экспертной брони было подобно яркой лампе, мерцающей в темноте. Он ясно чувствовал ее. Ко мне, Лиюньму не мог контролировать свои эмоции. Он взмахнул рукой в сторону исконной экспертной брони, все еще излучающей зеленый свет, и она быстро вернулась к нему. Он рассмотрел, что она была покрыта рунами, серебряными звездами и золотыми жилками. Потрескивающий звук эхом отозвался в этом месте, и Лиюньму мгновенно был покрыт исконной экспертной броней. Он почувствовал себя полководцем в тяжелых доспехах, покрытых зеленым пламенем. Это было чрезвычайно приятное ощущение. Исконная экспертная броня. Так это и есть легендарная экспертная броня. Это чувство невероятно бодрит. Лиюньму вытянул вперед руку, и поток зеленого пламени вырвался из его руки. В тот момент, когда он направил к нему свою мысль, пламя изменило форму. Величественные колебания энергии могли заставить трепетать любого. Отныне, ты будешь называться экспертная броня лазурного дракона. Лиюньму не стал долго думать об этом и дал броне первое попавшееся имя. Когда он был на земле, один из королей центрального континента даровал ему титул генерала лазурного дракона. Позже у него появилась возможность собрать комплект брони лазурного дракона. Судя по всему, имя лазурный дракон было предначертано ему судьбой, поэтому он мог использовать его для своей экспертной брони. Это также подразумевало, что в этом мире больше не будет божественного костюма лазурного дракона. На его место пришла еще более могущественная экспертная броня лазурного дракона. Это была исконная экспертная броня, которая могла развиваться и становиться сильнее, обладая безграничным потенциалом. В это время Лиюньму полностью успокоился. Он внимательно изучил свойства и способности своей экспертной брони. Вернее, он успокоился лишь до того момента, пока он не изучил информацию об исконной экспертной брони. После этого он был ошеломлен. Легендарная исконная экспертная броня оказалась слишком устрашающей. Обычная экспертная броня обеспечивала усиление энергии потока на 10-30%, роскошная экспертная броня обеспечивала усиление 30-50%, а драгоценная экспертная броня 50-100%. Тогда что насчет легендарной исконной экспертной брони? К сожалению, не было зафиксировано никаких данных о ее эффективности. Почему? Все дело в том, что число людей, способных создать этот тип брони, было крайне малым. Хотя они существовали, во всем мире их было не больше нескольких сотен. В конце концов, оценка 1 из миллиона была слишком неточной. Шансы на создание исконной экспертной брони были уж слишком маленькими. Даже если кто-то обладал необходимыми ресурсами и опытом, это не означало, что он также обладал необходимой удачей и способностью к чрезвычайно точным вычислениям. С определенной точки зрения, главным фактором успеха Ли Юниму была помощь системы. В противном случае, даже при том, что у него были все необходимые материалы, возможно, что он бы не смог успешно завершить процесс создания исконной экспертной брони, не совершив ни единой ошибки. Из-за всех этих фактов, фактическое число культиваторов, обладающих исконной экспертной брони, было намного меньше, чем по слухам. На самом деле, даже истинные обладатели исконной экспертной брони не были готовы раскрывать истинные способности этой брони. А всего несколько примеров не давали четкой картины. Система, ты ведь уже собрала кое-какие данные? Каково было усиление энергии потока у этих людей? Спросил Ли Юниму с искаженным лицом. Системе известно о семи культиваторах, которые обладали исконной экспертной броней. Усиление энергии потока делилось таким образом. 160%, 170%, 170%, 170%, 190%, 210%, 210%. На основе этих данных можно сделать вывод, что среднее значение составляет приблизительно 180%. Быстро ответила система. Услышав это, Ли Юниму замолчал. Слишком слабо? С некоторым любопытством спросила система. Нет. На самом деле, усиление настолько высокое, что я не могу в это поверить. Искренне ответил Ли Юниму с ошеломленным выражением лица. 250%, система произвела некоторые расчеты и озвучила разумные значения. Нет, это 290%. Хрипло ответил Ли Юниму. Система на мгновение замолчала, а затем сказала. Поздравляю, хозяин. Исконная экспертная броня, созданная вами, вероятно, ближе всего к легендарной исконной экспертной броне божественного класса. Учитывая точные расчеты, система предполагала, что окончательное значение будет от 200 до 250%. Однако, из-за того, что Ли Юниму использовал несколько материалов, которые система не могла точно оценить, окончательный результат превзошел все самые смелые ожидания. Исконная экспертная броня божественного класса, Ли Юниму никогда не слышал о пятом типе экспертной брони, и это был первый раз, когда система упоминала о ней. Верно, система видела в одной древней книге упоминание о том, что 4600 лет назад существовал эксперт, который в молодости создал исконную экспертную броню, чье усиление энергии потока составляло 300%. 300% Ли Юниму потерял дар речи, хотя его исконная экспертная броня достигла усиления в 290%, разница в 10% все равно была разницей в 10%. Каким-то образом была создана исконная экспертная броня, которая была еще сильнее, чем у него. Исконная экспертная броня, которую многие культиваторы считали просто сказкой, оказывается, имела собственную систему оценки, одна из которых называлась божественным классом. Что за дерьмо? Да, она обладала усилением в 300%, но с тех пор никто не смог создать ничего подобного. Поэтому, более поздние поколения назвали ее исконная экспертная броня божественного класса. На самом деле, спустя столько лет, почти никто не знает об этом. Значит, я обладаю исконной экспертной броней, которая невероятно близка к божественному классу. Глава 502. Глава 502. Духи защиты и убийства Ли Юньму не ожидал, что он не только создаст исконную экспертную броню без каких-либо проблем, но и ее усиление энергии потока будет чрезвычайно близко к легендарной исконной экспертной броне божественного класса. Судя по словам системы, в истории изначального мира был известен лишь один случай создания исконной экспертной брони божественного класса. Однако, этот человек исчез более 4000 лет назад. Если так подумать, не была ли его исконная экспертная броня сильнейшей на данный момент? Как только он подумал об этом, Ли Юньму невольно почувствовал, как закипает его кровь, учитывая, что его сила энергии потока и без того была намного сильнее, чем у обычных культиваторов, достигнув 900 баллов, какой силы она достигнет при усилении на 290 процентов? Он еще держал себя в руках, когда думал об этом, но когда он подсчитал финальный результат, Ли Юньму почувствовал, как у него закружилась голова. Головокружение было вызвано не страхом, а невероятным счастьем. 3500 баллов энергии потока были просто слишком возмутительным числом. Если бы сила энергии потока культиватора, открывшего все 108 точек потока, составляла 300 баллов, создая необычную экспертную броню, итоговое усиление составляло бы 100 процентов, но даже в этом случае окончательная сила энергии потока составляла бы всего 600 баллов. Тем не менее, после создания экспертной брони лазурного дракона, сила энергии потока Ли Юньму составляла 3500 баллов, что было на 2900 баллов больше, чем у другой стороны. Ли Юньму мгновенно почувствовал, как в его сознании произошла большая перемена. Например, самые элитные культиваторы изначального мира одного с ним уровня, которые открыли все точки потока и создали драгоценную экспертную броню, были намного более могущественными, чем те, кто создал обычную или роскошную экспертную броню. Но даже по сравнению с этими элитными культиваторами того же уровня, Ли Юньму все еще значительно превосходил их. Как только он подумал об этом, он почувствовал, что сошел с ума. Неужели его сила действительно сделала такой огромный скачок из-за успешно созданной исконной экспертной брони? Хотя ответ казался нереальным, это было правдой. Хозяин не должен находить это странным. В конце концов, ваша сила энергии потока изначально была в три раза выше, чем у других культиваторов одного с вами уровня. Теперь, после создания исконной экспертной брони, которая чрезвычайно близка к божественному классу, ваша сила снова значительно возросла. На самом деле, это абсолютно нормально. Система говорила своим обычным спокойным и собранным тоном. Но Ли Юньму знал, что система просто притворяется. Другими словами, мне нет равных среди людей с таким же уровнем культивации. Пробормотал себе под нос Ли Юньму, но на этот раз в его голосе не было ни капли сомнений, лишь абсолютная уверенность. Перед вашей силой они подобны детям перед взрослыми. Даже если другая сторона будет обладать такой же исконной экспертной броней, они все равно не смогут сравниться с вами. Вскоре система представила новое сравнение с сильнейшим культиватором того же уровня, что Ли Юньму. Это был человек, который достиг великой завершенности царства эксперта потока, открыл все 108 точек потока и создал исконную экспертную броню с усилением энергии потока на 250%. Этот гипотетический противник обладал силой энергии потока в 1500 баллов. Тем не менее, даже в этом случае Ли Юньму намного превосходил в силе этого противника, чье усиление составляло 250%. Насколько ужасающим было это несоответствие? Представьте себе обычного человека, который обладал силой в 100 килограмм. А теперь сравните его с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, который небрежным движением мог ударить с силой в 350 килограммов. Хотя обычный человек с такими показателями при обычных обстоятельствах считался достаточно сильным, по сравнению с чемпионом он был ничтожным. И разница между Ли Юньму и другими культиваторами на том же уровне была еще более огромной. Ли Юньму не имел себе равных среди культиваторов одного с ним уровня. Но это не означало, что на этом преимущества заканчивались. После того, как экспертная броня лазурного дракона была создана, увеличение его силы не ограничится лишь этим. В конце концов, исконная экспертная броня сделала его невероятную защиту еще более пугающей. Его защита достигла беспрецедентного уровня. Это накладывалось на другие методы защиты и методы закалки тела, которые он культивировал в прошлом. В настоящее время Ли Юньму даже приблизительно не мог оценить уровень своей защиты. Однако, одно было точно. Она была невероятно прочной и нерушимой. Независимо от того, была ли это физическая защита или энергетический барьер, который блокировал энергетические атаки, все это достигло нового уровня. Но это была не самая важная часть, поскольку после добавления трех частей божественного костюма лазурного дракона, Ли Юньму получил куда более сильный контроль над смертоносной силой лазурного дракона с помощью экспертной брони. Этот вид смертоносной силы был очень близок к источнику энергии божественного уровня, но Ли Юньму теперь мог использовать ее, полагаясь на свою экспертную броню. Кроме того, это было не одноразовое использование, а то, чем он мог пользоваться постоянно. Лазурный дракон Ли Юньму направил кулак в пустоту небесного мира и нанес удар. В следующее мгновение огненный дух лазурного дракона взревел и вылетел наружу. Его рев показывал, кто был сильнейшим существом в этом мире, но он был не один. В следующее мгновение еще два дракона вырвались наружу, один синий, а другой красный. Хотя их сила не могла сравниться со священным духом лазурного дракона, они все еще были чрезвычайно могущественны. Два дракона сначала радостно сблизились друг с другом, а затем синий дракон направился обратно и окутал левую руку Ли Юньму. В это же время в глубинах сознания Ли Юньму раздался глубокий голос. В левой руке живет дух защиты. Глубокий голос заставил Ли Юньму вздрогнуть. Как только он это сделал, красный дракон полетел назад и окутал его правую руку. После этого глубокий голос прозвучал вновь. В правой руке живет дух убийства. Глава 503 Глава 503 Спуск в долину черного духа Бам! Бам! Два удара эхом отозвались один за другим, и первоначально лазурно-огненная кристаллическая броня Ли Юньму изменилась. Внезапно в кристальной броне произошли изменения. В мгновение ока два змеи подобных дракона проникли в перчатки, и их злобные морды вытянулись из кулаков. Но трансформация еще не была завершена. В небе все еще летал дух лазурного дракона. Казалось, что он почувствовал провокацию двух драконов в кулаках и яростно взревел. Он мгновенно проник в экспертную броню Ли Юньму. Бум! По окрестностям прокатилась мощная энергетическая волна. В следующую секунду вся кристаллическая броня, покрывающая тело Ли Юньму, начало кардинально меняться. На его шлеме сформировалась голова могучего и внушительного лазурного дракона. Кристальная броня, изначально покрытая рунами, золотыми прожилками и серебряными звездами, в этот момент превратилась в крепкую лазурную чешую дракона. И Ли Юньму прочувствовал всю эту трансформацию. В этот момент он понял, что стал еще более могущественным. Трансформируйся для меня. Трансформируйся и дай мне войти в царство великого эксперта потока. Когда все части были изменены, Ли Юньму задействовал всю энергию в своем теле и с помощью новой экспертной брони начал улучшать свою культивацию. Он не сталкивался с какими-либо препятствиями во время этого процесса. Когда эксперты потока пытались совершить прорыв, чтобы стать великим экспертом потока, большинство из них сталкивались с различными сложностями и узкими местами. Если им не удавалось сделать все с первого раза, им приходилось восстанавливать силы и энергию, после чего начинать все заново. Если и во второй раз ничего не получится, придется пробовать в третий раз, а потом в четвертый, а может и еще больше, пока вся энергия потока в их телах полностью не изменится. Только тогда они станут великими экспертами потока. Однако, сила Ли Юньму была слишком велика, слишком могущественна. Так называемый барьер между царствами был для него не толще листа бумаги перед лицом его величественной силы. Он был легко сломан в тот момент, когда его сила устремилась вперед. Наконец-то он достиг царства великого эксперта потока. С самого начала и до сегодняшнего дня прошло целых пять лет, прежде чем Ли Юньму достиг царства великого эксперта потока. Но он отличался от других людей. Его стартовая линия была так высока, что он даже не мог разглядеть других культиваторов, стоя на вершине мира. Успех всего этого был неразрывно связан с богатством и ресурсами, которые Ли Юньму копил в течение долгого времени. В противном случае, даже если бы он давным-давно совершил прорыв в своей культивации, самое большее он мог стать одним из элиты и ничего более. Откуда в таком случае у него была бы квалификация, чтобы стоять выше многочисленных людей в безграничном изначальном мире и достичь вершины? После того, как его культивация улучшилась, Ли Юньму стоял одетый в экспертные доспехи лазурного дракона. Он был на пике своего могущества, но внезапно посмотрел на далекую точку в небе и спросил, есть ли у меня квалификация, чтобы вернуться на землю? Да. Поздравляю, хозяина, вы действительно выросли. С облегчением сказала система. Внезапно, в дневное время в небе появилось лазурное пламя и обрушилось вниз на долину Черного Духа, словно метеор, кто посмел вторгнуться в мою долину Черного Духа? Лазурный свет озарил всю долину и патрульный отряд учеников немедленно устремился к месту происшествия, но вскоре командир отряда был отброшен далеко назад потоком лазурного пламени. Увидев это, остальные ученики, спешившие к месту происшествия, немедленно остановились. Они чувствовали себя так, словно попали в трясину, из-за чего им было сложно сделать даже один шаг назад. Это мудрый эксперт потока, сказал один из них с пересохшим горлом. Зеленый свет распространился, и из него вышел человек в лазурной экспертной броне, покрытой чешуей. Когда ученики долина Черного Духа увидели, что доспехи эксперта были покрыты чешуей и бесчисленными рунами, а также излучали ужасающее присутствие, они не осмелились сломя голову бросаться в бой. Старший, я не знаю, что у вас за дела в долине Черного Духа, но прошу вас рассказать нам о своей цели. Наконец из глубин долины Черного Духа появился великий эксперт потока и взмахнул рукой, приказывая ученикам отступить подальше. Затем он немедленно сложил руки в знак приветствия. Старший, человек в экспертных доспехах с лазурной чешуей, окутанной лазурным пламенем и со шлемом в форме головы дракона, заговорил молодым голосом. Затем он сказал прямо, я пришел сюда, чтобы найти кое-кого, я хотел бы спросить старшего, кто этот человек. Когда великий эксперт потока из долины Черного Духа услышал голос незнакомца, он на мгновение был крайне поражен, но не осмелился проявить небрежность. Джануя спокойно объявил Ли Юньму, это было имя человека, которого он считал грозным противником, того, кто должен был внушать страх в сердца людей, но сейчас Ли Юньму было совершенно наплевать на него, человек с этим именем уже не имел для него значения. Джануя, старший, мне очень жаль это говорить, но среди внутренних учеников нашей долины Черного Духа нет никого с таким именем, искренне ответил великий эксперт потока, о, его настоящее имя Джануя, но среди вас он известен под другим именем, его зовут Джан Тянь, равнодушно сказал Ли Юньму, когда он упомянул второе имя Джануя в долине чрезвычайно властно, но к сожалению он был не таким, на самом деле Ли Юньму понятия не имел откуда у него взялась такая уверенность в себе, чтобы взять еще более заметное имя, но человек не может стать более могущественным лишь из-за имени, и действительно, как только Ли Юньму упомянул Джан Тяня, выражение лица великого эксперта потока немедленно изменилось, что, и теперь будешь утверждать, что у вас нет человека с таким именем, Ли Юньму прищурился, глядя на собеседника, в тот момент, когда он сделал это, великий эксперт потока почувствовал, как на него обрушилось огромное давление, это заставило его отступить на несколько шагов, остальные ученики долины черного духа отступили еще дальше, мудрый эксперт потока, кто в изначальном мире не знал о могуществе мудрых экспертов потока, великие эксперты потока никогда не осмелятся оскорбить экспертов такого уровня, даже если кто-то наблюдал за их сражением со стороны, он мог погибнуть в любой момент лишь из-за ударных волн, созданных экспертом такого калибра, тем не менее, патрулирующие ученики, а также высшие эшелоны долины черного духа никак не ожидали, что человек, который вторгся в их долину черного духа не был мудрым экспертом потока, на самом деле этим человеком был великий эксперт потока, который едва успел совершить прорыв, однако, присутствие Лиюньму, облаченного в экспертную броню лазурного дракона, было уж слишком устрашающим, он намного превосходил силу, которой обладали великие эксперты потока, не говоря уже об устрашающем виде его экспертной брони, люди вокруг него никогда не видели настоящей исконной экспертной брони, не говоря уже о такой, как у него, глава 504, глава 504, великий эксперт потока, просто мусор, Лиюньму заметил, как изменилось выражение лица собеседника, и спросил с холодной улыбкой, неужели нет человека из таким именем, старший, в нашей долине черного духа действительно нет никого с именем Чжануя или Чжантьянь, я думаю, что старший когда он услышал имя Чжантьянь, он быстро и решительно восстановил над собой контроль и дал отрицательный ответ, хорошо, очень хорошо, похоже, что Чжануя довольно хорошо устроился тут, вы без всяких колебаний защищайте его, но если вы не отдадите мне его, не вините меня за уничтожение долины черного духа, по правде говоря, Лиюньму изначально не рассчитывал на то, что яруса они были не так просты, как казалось на первый взгляд, будь это несколько дней назад, у Лиюньму не было бы никакой надежды на успех, даже если бы он решился тайно проникнуть в секту, не говоря уже о прямом столкновении с ней, чтобы захватить нужного ему человека, если бы его обнаружили представители секты, он бы точно погиб, однако, за последние прорыв в царство великого эксперта потока, он хотел использовать это преимущество, чтобы захватить Джануя, а заодно проверить собственную силу, в конце концов, даже сам Лиюньму не знал, насколько он был могущественен, он нуждался в точильном камне, чтобы заточить свой клинок, и долина черного духа была чрезвычайно хорошим кандидатом, потому что у них не было экспертов на пока не появится сущности на уровне божества, учитывая силу Лиюньму, ему не нужно опасаться даже мудрых экспертов потока, долина черного духа, поскольку вы решили защищать Джануя, позвольте мне посмотреть на причину вашей самоуверенности, позволившую вам поселиться в восточном регионе, примите мой удар, в следующее мгновение Лиюньму превратился в лазурного призрака, в мгновение ока он преодолел несколько сотен метров, появившись перед великим экспертом потока, он нанес ему тяжелый удар, в своей атаке Лиюньму не использовал смертоносную силу лазурного дракона, а лишь силу великого эксперта потока с силой энергии потока в 3500 баллов, бам, когда Лиюньму взорвался чрезвычайно высокой скоростью и нанес мощнейший удар по великому эксперту потока, этот человек был отброшен назад и врезался в гору долины черного духа, а его тело было сильно повреждено, это был всего лишь обычный удар, но его было достаточно, чтобы сдуть великого эксперта потока, этот человек валялся в глубоком кратере на горе, это была сила исконной экспертной брони, которая была бесконечно близка к божественному классу, с самого начала сила энергии потока Лиюньму намного превосходила силу энергии потока обычных великих экспертов потока, достигая ужасающей величины в 900 баллов, после того, как вступало в действие усиление обеспеченное исконной экспертной броней, он легко мог подавить других великих экспертов потока, было ли это качество его энергии потока или ее сила, никто не мог сравниться с ним, кроме того, из-за того, что он соединил крылья ветра со своей исконной экспертной броней, Лиюньму теперь обладал способностью обходить условности этого мира, это означало, что даже обладая культивацией великого эксперта потока, он обладал способностью летать под воздействием огромной гравитации изначального мира, таким образом, удар, который он только что использовал, содержал не только огромную силу энергии потока, но и кинетическую энергию, накопленную при падении с большой высоты, после первого же удара, великий эксперт потока, достигший третьего ранга, был мгновенно слаб, это и есть сила великого эксперта потока третьего ранга, даже одного удара не может выдержать, Ли Юньму не ожидал, что великий эксперт потока, достигший третьего ранга, окажется настолько слабым после того, как его сила значительно возросла, не убегай слишком далеко, слова Ли Юньму окончательно разъярили великого эксперта потока, который валялся в кратере посреди горы, и оттуда донесся потока, но я должен признать, что ты самый могущественный великий эксперт потока, которого я, Хань Цин Юнь, когда-либо встречал, ты можешь гордиться этим, но тебе не следовало нападать на долину черного духа, когда этот человек, который представился Хань Цин Юним, говорил, скрипя зубами, его аура стала мощнее, и он громко закричал, все старшие и младшие, почему вы до сих пор прячетесь и чего-то из глубин долины черного духа мгновенно появилось несколько могущественных людей, одни были ближе, другие дальше, еще до того, как они прибыли, один из них уже заговорил, это был мелодичный женский голос, хихи, младший брат Хань, разве ты не называл себя непревзойденным на своем уровне, и все же, ты был вынужден проглотить свою гордость, полоса серебристого света вспыхнула, и еще до того, как она закончила говорить, она замерцала и со свистом устремилась к Лиюньму, бам, серебристый свет был чрезвычайно быстрым, до такой степени, что большинство учеников долины черного духа даже не могли уследить за ним, атака тяжело обрушилась на Лиюньму, сбив его с ног, Хаймыв этот летающий великий эксперт потока прятался под шкурой тигра, попробуй мою технику божественных радужных рыб, атакуйте его, пока он не взмолится о пощаде, издалека можно было разглядеть четырех великих экспертов потока, там было трое мужчин и одна женщина, их группа, казалось, была основными учениками долины черного духа, которые прибыли раньше всех, однако, когда они увидели, что Лиюньму, который рухнул на землю, спокойно встал и стряхнул с себя пыль, будто ничего не произошло, их глаза резко расширились, что это за шутка такая, что ты там кричала о каких-то рыбах, Лиюньму медленно вышел из облака пыли, держа семь еще живых и сопротивляющихся рыб в пасти синего дракона, появившейся вокруг его руки, в следующее мгновение на лице Лиюньму появилась кровожадная улыбка и энергия потока, проходящая по синему дракона на его руке, значительно увеличилась, всего за мгновение все семь рыб просто расплавились на глазах у пяти великих экспертов потока, как ни старались семь радужных рыб вырваться на свободу, они не смогли ни противостоять Лиюньму, ни сбежать из пасти синего дракона, глава 505, глава 505, падение долины черного духа тишина, в этот момент, независимо от того, был ли это Хань Цин Юнь, который был таким самодовольным ранее, Лин Цуинь, другие три великих эксперта потока или другие ученики долины черного духа, которые в страхе сбежали подальше, все они почувствовали, как стынет кровь в их жилах, Лиюньму даже не пытался уклониться, приняв атаку лоб в лоб, но в результате этого столкновения ему потребовалась всего одна рука, чтобы полностью уничтожить все семь радужных рыб, это действие казалось чрезвычайно властным и бросало глубокую тень на сердца зрителей, заставляя их чувствовать абсолютное бессилие, нужно знать, что Лин Цуинь поймала этих радужных рыб два года назад в регионе глубокого моря, пережив невероятные трудности, эти рыбы были злобными зверями с особой древней родословной, за последние два года Лин Цуинь потратила множество небесных сокровищ и очень много своей сущности крови для развития этих рыб, их сила почти достигла уровня истинных гигантских зверей, однако эти невероятно сильные рыбы были без особых усилий уничтожены Линь не способны оказать хоть какое-то сопротивление, о, так это атака великого эксперта потока четвертого ранга, она кажется не особо сильной, ладно, раз мы закончили шутить, позвольте мне отправить вас всех в ад, после двух испытаний собственной силы, Ли Юньму получил примерное представление о собственных возможностях, хотя Хань Цин Юнь был всего лишь великим экспертом потока, у него все же были определенные козыри, которые прибавляли ему уверенности, экспертная броня, которую он создал, на самом деле была третьего типа, драгоценная экспертная броня, учитывая мощное усиление энергии потока, обеспечиваемой целый даже мог стоять на ногах после первого удара Ли Юньму, но уже после того, как Ли Юньму осознал силу окружающих его людей, ситуация кардинально изменилась, пинок бога ветра, в этот момент скорость Ли Юньму значительно возросла, от того места, откуда он сорвался с места, протянулась трещина, длиною в сотню метров, он двигался намного быстрее, чем раньше, мгновенно появившись перед Ханьцин Юним, он нанес тяжелый удар ногой, задействовав 36-ю форму пинка бога ветра, сметая его прочь, он не стал наносить первые 35 пинков, потому что в этом попросту не было необходимости, мощности этого удара было более чем достаточно, заключительный удар штормового пинка бога ветра был самым сильным ударом в технике, а также самым смертоносным, при его использовании Ли Юниму задействовал всю силу своей энергии потока, всю свою физическую силу и ужасающий импульс, полученный в результате разгона, вот почему в тот момент, когда Ли Юниму атаковал, Ханьцин Юнь почувствовал огромную подавляющую силу, из-за которой ему даже дышать стало трудно, не могло быть речи о том, чтобы дать ему отпор, бум, казалось, что удар Ли Юниму пришелся по деревяшке в форме человека, от огромной силы удара его попросту разорвало, какая к черту драгоценная экспертная броня, под натиском Ли Юньму это был ничтожный воздушный пузырь, Ханьцин Юнь был убит, аааа, издалека послышались панические крики учеников, хотя сила Ханьцин Юня была не очень высока, достигая всего третьего ранга великого эксперта потока, он был в состоянии создать драгоценную экспертную броню. Это означает, что он смог получить поддержку Долины Черного Духа. Когда он взорвался от удара Ли Юньму, куски его плоти и драгоценной экспертной брони разлетелись по всей округе. Как такое возможно, он использовал энергию Великого Эксперта Потока, но при этом смог продемонстрировать такую ужасающую мощь. Лин Цуинь, стоявшая ближе всех, безжизненным взглядом уставилась на остатки своего младшего брата, разбросанные по земле. Ее лицо уже побелело от страха. Какое еще величие Великого Эксперта Потока, в этот момент от него не осталось и следа. Это было потому, что человек, который ворвался в Долину Черного Духа, оказался слишком могущественным. Он был всего лишь Великим Экспертом Потока, но он раздавил одной рукой семь божественных радужных рыб и одним ударом ноги убил Хань Цинь Юня. Перед ним Великие Эксперты Потока были похожи на цыплят, которые встретили тигра на охоте. В тот момент, когда он напал, жизнь была потеряна. Быстро убегай, младшая сестра, мы его задержим. Что ты застыла, как дура, беги. Закричал один из трех основных учеников Долины Черного Духа. Слишком поздно думать о бегстве. Если Ли Юнь Му решил убить, как он мог проявить хоть малейший намек на жалость? Поскольку он должен был убить Джануя и спасти Ли Цинхун, было предопределено, что он схлестнется с Долиной Черного Духа. С того момента, как он вступил на их территорию, каждый встречный был его врагом, к которому он не мог проявлять ни доброты, ни жалости. Бум! Фигура Ли Юнь Му снова вспыхнула, и он превратился в лазурного призрака, который бросился в атаку на трех оставшихся основных учеников Долины Черного Духа. Он больше не сдерживался, задействовав всю силу энергии потока и всю свою физическую силу. Бум-бум-бум-бум! Великие Эксперты Потока не могли остановить его даже на секунду. После того, как они встали на пути у Ли Юнь Му, который в данный момент был похож на дьявола, они должны были заплатить своими жизнями за попытку спасти свою младшую сестру Лин Цуинь. Они все с горечью погибли. Даже после смерти на их лицах отражалось глубокое сожаление, потому что в этот момент они поняли, что перед ними стоит не человек, а дьявол. Он был тем, кто обладал культивацией великого Эксперта Потока, но чья сила была сравнима с мудрыми Экспертами Потока. Все трое смогли создать всего лишь роскошную Экспертную броню, которые были лишь вторыми в рейтинге, поэтому они были беспомощны перед Ли Юнь Му, который больше не сдерживал свое убийственное намерение. Ты все еще думаешь, что сможешь сбежать? Внезапно Лин Цуинь, которая была поглощена мыслями о побеге в глубины долины Черного Духа, услышала ледяной голос впереди. Она медленно подняла свою голову, дрожа всем телом, и посмотрела на таинственного молодого человека, который одним ударом ноги разнес Хань Цин Юня на кусочки. Тело дьявола скрывала чешуйчатая лазурная броня, окутанная зеленым пламенем. Те, тебе не жить. Как только мой дед выйдет из затворничества, он безжалостно тебя убьет. О, тогда мне стоит побыстрее избавиться от его драгоценной внучки. В глазах Ли Юнь Му вспыхнул холодок и он медленно протянул руку, хватая Лин Цуинь за шею. Треск, глаза молодой женщины с мелодичным голосом и красивой фигурой стали безжизненными. Слабая, слишком слабая. Очевидно, что Лин Цуинь была потомком какого-то важного человека в долине Черного Духа. Она была великим экспертом потока и обладала большим количеством сокровищ, но ее сердце оказалось слабым. Когда она увидела, как Ли Юнь Му убил Хань Цин Юня, ее дух был сломлен. Ли Юнь Му с легкостью свернул ей шею, оборвав ее жизнь. Легко уничтожив пять великих экспертов потока, Ли Юнь Му не стал обращать никакого внимания на толпы учеников вокруг, беспорядочно разбегающихся во все стороны. Его не волновали культиваторы слабее великих экспертов потока. Даже если бы они окружили его со всех сторон, они бы не представляли никакой угрозы. Ли Юнь Му медленно закрыл глаза и сосредоточился на своих пяти чувствах. В следующее мгновение выражение его лица слегка изменилось. Сразу после того, как он проник в долину Черного Духа, он, наконец, смог почувствовать слабую связь с Ли Цин Хун. Долина Черного Духа могла блокировать его чувства с расстояния в тысячи километров, но теперь, когда они были так близко, эта связь была подобна свету лампы, мерцающей во тьме. Ли Юнь Му временно отказался от идеи искать Джануя и посмотрел в сторону Долины Черного Духа. Он сразу же бросился туда, пробегая мимо перепуганных учеников Долины Черного Духа. Они разбегались в стороны, чтобы любой ценой избежать столкновения с ним. Абсолютная сила. Это была абсолютная сила, которой обладали люди, стоявшие на вершине пирамиды. И в этом регионе именно Ли Юнь Му занял эту вершину. Что касается остальных учеников, они были подобны букашкам у него под ногами. Глава 506. Глава 506. Три духа экспертной брони Лазурного Дракона. В этот момент Долина Черного Духа была похожа на женщину без одежды перед Ли Юнь Му, чья сила значительно возросла. Он мог абсолютно небрежно передвигаться по всей территории секты без каких-либо проблем. Достоинства Долины Черного Духа нельзя попирать. Среди учеников Долины Черного Духа, спасавшихся бегством, были и горячие, храбрые молодые люди. Они взревели и, словно мотыльки, привлеченные ярким пламенем, бросились на Ли Юнь Му, который напал на Долину Черного Духа. Однако, что ему могли сделать люди, которые не обладали силой хотя бы великих экспертов потока, как они могли справиться с ним. В его глазах они были слабее муравьев. Когда Ли Юнь Му было скучно, он иногда опускал голову вниз и осматривался, продолжая полностью игнорировать их атаки. Он продолжал идти со скоростью, которая была небыстрой, немедленно двигаясь в ту сторону, где он чувствовал присутствие Ли Цин Хун. А что касается тех людей, которые продолжали нападать на него, они все сгорали в лазурном пламени, когда оказывались в радиусе 300 метров от него. Их тела оставались целыми, но души полностью сгорали в лазурном пламени. Никаких следов их существования в этом мире не оставалось. Это было превосходство легендарной исконной экспертной брони. Мало того, экспертная броня лазурного дракона, которую создал Ли Юнь Му, была даже лучше обычной исконной экспертной брони. Те, кто еще не достиг царства великого эксперта потока не должны были даже думать о том, чтобы атаковать Ли Юнь Му, если у них не было сильной защиты души. Они не обладали достаточной квалификацией даже для того, чтобы приблизиться к нему. Система, какого уровня достигла моя сила? Направляясь к тому месту, где он чувствовал присутствие Ли Цин Хун, Ли Юнь Му задал вопрос системе. Во время битвы, которая произошла несколько минут назад, он одолел несколько основных учеников в Долины Черного Духа, которые были великими экспертами потока, но до сих пор не знал точных пределов своей силы. Он мог лишь надеяться на то, что система проанализировала его силу и завершила оценку его боевой силы. Изначально он хотел использовать эту возможность, чтобы выманить мудрого эксперта потока из Долины Черного Духа и сразиться с ним в полную силу. Даже если не сможет стать достойным противником мудрому эксперту потока, благодаря своей невероятной защите он был уверен в том, что сможет спокойно выжить и сбежать. Однако, с того момента, как он ворвался в Долину Черного Духа, прошло уже больше часа, но никакой реакции не последовало. Это было очень странно. Было просто невероятно, что в главной цитадели Долины Черного Духа не было ни одного мудрого эксперта потока. Более того, даже количество великих экспертов потока было исключительно низким. Чтобы стать силой третьего яруса, любая организация должна удовлетворять три условия. Первое же условие состояло в том, что в организации должно быть как минимум три мудрых эксперта потока, а также по меньшей мере 20 великих экспертов потока. Это было обязательное условие, которое нужно было выполнить. Второе условие заключалось в том, что они должны полноправно контролировать территорию не меньше миллиона квадратных километров. А третье условие заключалось в том, что они должны обладать собственным методом культивации, который можно было бы рассматривать, как наследие. Учитывая эти три обязательных условия, ситуация в Долине Черного Духа была довольно странной. Он до сих пор не видел ни одного мудрого эксперта потока, который попытался бы остановить его. Но Ли Юньму не придавал этому особого значения. Его главным приоритетом было спасение Ли Цэн Хун, самого многообещающего последователя под его началом. Судя по результатам столкновения хозяина с пятью великими экспертами потока, ваша сила приблизительно эквивалентна силе великого эксперта потока девятого ранга, ответила система после некоторого молчания. За это время она провела несколько сложных вычислений, чтобы точно оценить уровень силы Ли Юньму. Правда, услышав это, у Ли Юньму бешено забилось сердце. Несмотря на то, что он был уже морально готов к такому ответу, он все равно был весьма удивлен, услышав ответ системы. Сила великих экспертов потока разделялась на 10 рангов. Разница между рангами составляла примерно 300 баллов силы энергии потока. Когда великий эксперт потока достигал 10 ранга, увеличение силы энергии потока составляло 3000 баллов. Но из-за того, что сила энергии потока Ли Юньму была намного выше, чем у обычных великих экспертов потока. Благодаря усилению исконной экспертной брони, его сила энергии потока составляла 3500 баллов. После серии вычислений, система пришла к выводу, что его сила была равно великому эксперту потока девятого ранга. Однако, Ли Юньму знал, что великие эксперты потока были известны как великие эксперты потока. Заключалось не в том, что они обладали могучей энергией потока, а в том, что они обладали невероятной физической силой. На самом деле физическая сила Ли Юньму составляла всего 150 быков, что было далеко от уровня настоящего великого эксперта потока девятого ранга. Потому, по личной оценке Ли Юньму, его истинная сила была эквивалентна не девятому рангу, а седьмому. Хозяин, ваш метод расчета ошибочен. Вы забыли о высокой скорости полета с экспертной броней лазурного дракона. С ее чрезвычайно высокой скоростью, ваша сила фактически даже превосходит силу великих экспертов потока девятого ранга. Система прекрасно понимала, о чем думает Ли Юньму, поэтому сразу продолжила объяснение. Когда Ли Юньму услышал это, его сердце дрогнуло. А ведь верно, он действительно забыл об этом факте. Обычные великие эксперты потока не могли летать из-за ужасающей гравитации. Это также было причиной того, почему ученики Долина Черного Духа изначально думали, что он был мудрым экспертом потока. Итак, насколько я уступаю мудрым экспертом потока, спросил Ли Юньму. Была замечена ошибка. На основе оценки, сделанной системой, если учитывать специальные свойства и защиту экспертной брони, а также силу теней, у вас есть возможность сражаться на равных против истинных мудрых экспертов потока. Настолько сильный, звучит, как нечто нереальное. Ли Юньму был ошеломлен словами системы. Это правда. Если также учитывать духа убийства, духа защиты и священного духа лазурного дракона, вы точно сможете на равных сражаться с мудрыми экспертами потока. Глава 507. Глава 507. Демонический мир Черного Духа это возможно. В этот момент Ли Юньму понял, что система не обладала данными о силе мудрых экспертов потока. Из-за этого, ее расчеты были лишь предположением, а не истиной. Но благодаря этим словам уверенность Ли Юньму все же возросла. Дух убийства, дух защиты и священный дух лазурного дракона были тремя уникальными свойствами экспертной брони лазурного дракона. Если бы он создал всего лишь драгоценную экспертную броню, скорее всего, он бы получил всего одного из этих духов. Но с того момента, как Ли Юньму создал исконную экспертную броню, он получил в свое распоряжение сразу трех духов. Судя по словам системы и его собственным предположениям, священный дух лазурного дракона, который был ядром, появился благодаря использованию трех частей божественного костюма лазурного дракона. Согласно предположению системы, когда 50 миллионов очков навыков были объединены с силой чешуйки змеиной богини, появился синий дух дракона. Его главной способностью, как и следовало из названия, была защита. Ранее ему даже не нужно было двигаться, чтобы поймать семь божественных радужных рыб Лин Цуинь. В тот момент он просто воспользовался духом защиты, чтобы защититься от нападения невероятно мощных радужных рыб. У божественных радужных рыб, атакующих в полную силу, даже не было возможности соприкоснуться с исконной экспертной броней Ли Юньму, когда они уже были остановлены духом защиты. Главной способностью духа защиты была защита хозяина. К тому же, чем дольше шла битва, тем сильнее становился дух защиты. Если враг не сможет за один ход прорваться через щит духа защиты, тот сможет автоматически поглотить часть энергии, заключенной в атаке противника, чтобы сделать ее своей собственной, таким образом укрепляя щит. Проще говоря, чем больше дух защиты подвергался нападениям, тем сильнее становился его щит. По мере того, как его атаковали, он становился лишь сильнее. Усиление могло достичь просто ужасающего уровня. Это была ужасающая способность духа защиты, полученная благодаря использованию 50 миллионов очков навыков и объединения с силой чешуйки змеиной богини. Это была левая рука, но была еще и правая рука, в которой находился дух убийства. Он также обладал способностью становиться сильнее в бою. Он был сформирован из 50 миллионов очков опыта, которые объединились с силой чешуйки змеиной богини. Чем больше жизни было отнято и чем более грозные формы жизни были убиты, тем сильнее становился дух убийства. Хотя основные ученики были великими экспертами потока 4-го и 5-го ранга, они были недостаточно сильны, чтобы у Льюниму была необходимость использовать духа убийства. Что касается священного духа лазурного дракона, он был даже важнее. Скорее всего, истинная причина, по которой система считала, что Льюниму был способен сражаться с мудрыми экспертами потока, заключалась в наличии этого духа. Пока он обладал священным духом лазурного дракона, у Льюниму был источник энергии, который мог производить энергию, достаточно близкую к божественной. Хотя количество смертоносной силы лазурного дракона, которую он мог извлечь из него не было слишком большим. Этого было достаточно, чтобы он имел возможность противостоять мудрым экспертам потока. Помимо этого, экспертная броня лазурного дракона также обладала еще одной врожденной особенность, которая пока еще не полностью сформировалась. Это была особая сила семени мирового древа. После того, как на семя упали 5 капель сока листьев мирового древа, оно проросло, но пока это был всего лишь росток, которому только предстояло вырасти в молодой деревце. Из-за этого экспертная броня лазурного дракона на данный момент обладала всего тремя особенностями, а именно духом защиты, духом убийства и священным духом лазурного дракона. Что касается других сокровищ, используемых при очищении, таких как крылья ветра и броня короля призраков, они явно не пересекли необходимый порог. Из-за этого они не проявили никаких особых свойств, но даже так, после объединения с крыльями ветра Ли Юньму получил способность летать, обладая культивацией великого эксперта потока. Что касается свойств брони короля призраков, Ли Юньму не увидел ни одной. Однако, была некоторая вероятность, что она проявит себя в каких-нибудь особых обстоятельствах. Все упомянутые выше свойства были ужасающими аспектами исконной экспертной брони, созданной Ли Юньму, которая значительно увеличивала его силу. Если учитывать его собственную защиту, ни он, ни система не могли угадать его реальную боевую силу. Это можно будет определить лишь после того, как он столкнется с истинным мудрым экспертом потока. Хотя главной целью Ли Юньму было спасение Ли Цинхун, он также хотел использовать Долину Черного Духа, чтобы оценить пределы своей силы. Но, к несчастью, он пересчитал своих цыплят еще до того, как они вылупились, и теперь у него не было ничего. Долина Черного Духа оказалась очень странной. Все верховные эшелоны, а также основные ученики исчезли без следа. Несмотря на то, что он напал на Долину Черного Духа, против него не предпринимали никаких действий. О, так вот она, стела мира Черного Духа, вот оно что. Они держали Ли Цинхун рядом с этой стелой, поэтому неудивительно, что я не мог ее почувствовать на расстоянии всего в тысячу километров. После того, как Ли Юньму пробормотал это, он шагнул в мир Черного Духа. После того, как он объединил пять капель сока мирового древа со своей экспертной броней, мир Черного Духа, который был отдельным пространственным измерением, больше не мог скрыться от его глаз и других чувств. Как только он вошел в мир Черного Духа, его окружение немедленно изменилось, небо больше не было голубым и ярким, а стало совершенно темным и мрачным. В мире Темного Духа непрерывно шел дождь, но даже он был абсолютно черным. Это место было чрезвычайно темным и мрачным. Какая мощная демоническая энергия. Ли Юньму слегка нахмурился, потому что этот черный дождь был наполнен демонической энергией. Это было странно, очень странно. Секта предоставила приют Джануя и не хотела отдавать его Ли Юньму. Кроме того, будучи силой третьего яруса, он занимали подобную территорию, поэтому не могли быть обычной сектой. В этот момент Ли Юньму подтвердил это. Как ты? Они тебе что-нибудь сделали? Ли Юньму сделал несколько шагов вперед, чтобы достичь своей первой цели, спасти Ли Цинхун. Похищенная девушка была прикована к пограничному камню мира Черного Духа. Они использовали его силу, чтобы подавить связь между мастером и его последователем. Но теперь это было совершенно бесполезно. Ли Юньму использовал свою руку как клинок и выпустил мощную волну энергии потока в форме меча. Он направился к пограничному камню и снял цепи с Ли Цинхун, которая была прикована к нему. Глава 508. Глава 508. Происхождение демонической скверны. Ты в порядке? Они ведь ничего тебе не сделали? Ли Юньму прошел вперед и уничтожил бесформенные ограничения и цепи, которые приковали Ли Цинхун к пограничному камню, позволяя ей вновь обрести свободу. Я в порядке. У них были другие дела, и не было времени, чтобы заняться мной. На ее холодном и элегантном лице отразилась легкая горечь. Говоря это, она слегка напряглась. Они вдвоем не были сентиментальными людьми. Ли Цинхун не задавала вопросов о том, куда пропал Ли Юньму или как он попал в мир черного духа. И Ли Юньму также не винил Ли Цинхун в том, что она переоценила свои силы. В жизни порой бывают моменты, когда люди, даже зная о том, что их ждет поражение, все равно сжимают зубы и пытаются сделать это. Очевидно, что именно такой случай произошел с Ли Цинхун. Змея преисподней уже давным-давно сообщила некоторые подробности о положении Чжануя. И независимо от того, было ли это Ли Цинхун или сам Ли Юньму, они оба догадывались о том, что Чжануя в ближайшем будущем сможет открыть путь к Земле. Из-за этого, после того, как Ли Юньму исчез в мире изначального бога и потерял с ними всякую связь, Ли Цинхун взвалила на свои плечи задачу разобраться с Чжануя. Ли Юньму передал ей немного энергетического зерна и воду, с тревогой спросив, каков их прогресс. Когда я проникла к ним более десяти дней назад, они уже перешли к решающей стадии. Что касается того, удалось ли им это или нет, я не знаю. Все они в настоящее время собрались в глубинах мира черного духа. Но в последние дни звуки оттуда стали куда тише. Ли Цинхун быстро рассказала все, что знала. Тогда пойдем, следуй за мной. Как только Ли Юньму услышал ее слова, его кровь заледенела. Он бросился в глубины мира черного духа, не смея медлить. Мастер, Ли Цинхун быстро последовала за ним, но все же позвала его с некоторым колебанием. Что такое? Сила долины черного духа гораздо выше, чем ты думаешь. У них тут по меньшей мере пять старых монстров. Ли Цинхун обратила внимание Ли Юньму на один важный факт. Как только он услышал это, его шаги замедлились. Он мгновенно понял, почему долина черного духа не показала свой силы, почему снаружи было так мало великих экспертов потока. Все это было сделано для того, чтобы максимально быстро закончить дело. Джануя был весьма смелым, чтобы первым открыть проход на землю. Он не колеблись раскрыл секте свое происхождение. Такой поступок был равноценен тому, чтобы впустить в собственный дом стаю волков. В таком случае не было ничего удивительного в том, что он получил такое высокое положение в долине черного духа и придумал способ открыть путь на землю. Все потому, что он использовал чужую силу. В этот момент Ли Юньму пришел в ярость. Таких людей, которые предали весь свой мир ради достижения собственных целей, совершенно не беспокоясь о последствиях, нужно было немедленно уничтожать. Пять старых монстров, о которых упомянула Ли Цинхун, несомненно, были пятью мудрыми экспертами потока долины черного духа. Такого рода сила могла считаться ужасающей среди сил третьего яруса. Более того, казалось, что мир черного духа был куда более проблемным, чем он думал. Трудно было представить, какой силой обладала секта третьего яруса, чтобы контролировать этот демонический мир черного духа. Ли Юньму не знал, сможет ли он противостоять пяти мудрым экспертам потока со своей нынешней силой, но у него не было иного выбора. Однако, после того, как он вошел в мир черного духа, пробудилась новая способность, которая успокоила его разум. Это была способность брони короля призраков, которую он добавил в свою экспертную броню лазурного дракона. После того, как он вошел в демоническое измерение, она немедленно активировалась. Эта способность действительно успокаивала его сердце. Подумав об этом мгновение, Ли Юньму отбросил сомнения. Он подхватил Ли Цинхун на руки и высвободил всю свою силу. В следующее мгновение его фигура превратилась в острую стрелу, пронзившую демонический дождь. Как быстро? Мастер, твоя сила, Ли Цинхун, которая была ближе всего к Ли Юньму, была человеком, который наиболее остро ощущала изменение силы Ли Юньму. Когда он высвободил свою энергию потока, энергия в его подошвах была подобна ракетам, несущих его вперед с чрезвычайно высокой скоростью, что заставило Ли Цинхун удивиться. О, я достиг великого завершения. Спокойно ответил Ли Юньму, несущий Ли Цинхун на невероятно высокой скорости. Что? Ты открыл даже три последние точки потока? Только получив положительный ответ Ли Юньму, она начала верить в это. Даже если она была чрезвычайно гордой и могущественной женщиной, которая никогда и никого не признавала, она все начала уважать Ли Юньму после всех тех чудес, которые он продемонстрировал. Она успешно стала важной ученицей горы Зеленого Гоблина, и все же она с огромным трудом смогла получить метод открытия лишь одной из трех последних точек потока. Но Ли Юньму, который исчез на несколько месяцев, уже открыл все три последних точки потока и смог совершить прорыв. Ли Цинхун даже представить себе не могла, как ему удалось добиться такой скорости и эффективности. В таком случае, мастер, какого уровня броню ты себе создал? Хотя это был первый раз, когда в ее сердце зародился намек на признание, она все еще не хотела сдаваться. Драгоценная экспертная броня? Изначально Ли Цинхун подумала, что это будет роскошная экспертная броня, но когда она заметила силу экспертной брони лазурного дракона Ли Юньму, покрытую чешуей дракона, она не смогла определить ее уровень. Неправильно. Если бы это была драгоценная экспертная броня, у меня бы не было квалификации, чтобы врываться в долину черного духа. Сказал Ли Юньму с легкой, ухмылкой, он не был излишне скромным. По правде говоря, если бы он не получил семени мирового древа от этой сумасшедшей Юань Бия перед тем, как покинуть мир изначального бога, он бы последовал изначальному плану создать драгоценную экспертную броню. Однако, если бы он создал драгоценную экспертную броню, учитывая усиление энергии потока от 50 до 100 процентов, его сила никогда бы не достигла того уровня, которого он достиг сейчас. С такой силой, даже победа над Хань Цин Юним, который обладал драгоценной экспертной броней, была бы очень трудной задачей, не говоря уже о том, чтобы победить остальных пяти великих экспертов потока, которые пришли к нему на помощь. Так это легендарная исконная экспертная броня? Ли Цин Хун тяжело задышала. Верно, это исконная экспертная броня. Это самая главная причина, по которой я бросился спасать тебя сегодня. Сказал Ли Юниму без особых раздумий. Сила это еще не все, и она не решала абсолютно всех проблем. Но она могла уменьшить количество неудобств и проблем, с которыми приходилось сталкиваться. Это также могло гарантировать, что у других людей не хватит духу создавать ему проблемы. Именно так был устроен изначальный мир. Осторожней, центральная часть мира черного духа уже не так далеко. Когда я прокралась сюда ранее, меня обнаружили и схватили в плен. Даже несмотря на то, что Ли Цин Хун была ошеломлена новостью о том, что ее мастер создал легендарную исконную экспертную броню, она все еще внимательно следила за окружением. Глава 509, глава 509, они у меня дома внезапно, откуда-то издалека донесся громкий вопль, от которого тело Ли Цин Хун задрожало. Она мгновенно вспомнила сцену, которую видела полмесяца назад, и сразу же забыла об экспертной броне Ли Юниму. Ее лицо изменилось, и она уже собиралась предупредить Ли Юниму. Но было уже слишком поздно. Ли Юниму прищурился и немедленно остановился. Демоническая энергия впереди стала еще более насыщенной, всего в шаге от материализации. Большая ее часть была сосредоточена в лесу перед ними. Далеко в лесу появились какие-то черные тени, наполненные демонической энергией. Одна, две, три, десять, сто, несколько сотен, несколько тысяч, и их число продолжало расти. Внезапно, Ли Юниму и Ли Цин Хун были окружены бесчисленными врагами. Их число было невозможно подсчитать. Эта область является источником демонической энергии. Когда я проникла туда, появилось всего несколько десятков таких демонических фигур. Откуда их столько? Ли Цин Хун невольно вскрикнула. Она не могла сдержать своей дрожи. В конце концов, несмотря ни на что, она оставалась девушкой. Независимо от того, насколько высокой была ее сила или насколько стойкой была ее воля, когда она сталкивалась со странными демоническими существами, она все еще чувствовала крайнее отвращение к ним и желание уйти. Это был своеобразный инстинкт. Когда она была захвачена несколькими десятками этих тварей, они хотели сорвать с нее одежду и осквернить как тело, так и дух. Если бы не старейшина секты, который прибыл в этот момент и громко приказал приковать ее к пограничной стиле, чтобы позже решить ее судьбу, она даже представить боялась, чтобы ее ждало. Хотя это случилось пару недель назад, они ни словом не обмолвились об этом в присутствии Ли Юньму. И все же, увидев их снова, она почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки. Все очень просто. Они уже знают, что я вторгся на их территорию. Внимание Ли Юньму было полностью сосредоточено на этих демонических тварях мира Черного Духа, поэтому он не заметил реакцию Ли Цин Хун. Похоже, на этот раз они отправили всех своих демонических тварей. Боюсь, что их план уже достиг решающей стадии, поэтому ни один мудрый эксперт потока не может отвлекаться на посторонних. Но, если они наивно полагают, что этих демонических тварей будет достаточно, чтобы меня остановить, они серьезно меня недооценивают. Дело было не в том, что Ли Юньму был высокомерен, а в том, что он не боялся нападений низших демонических форм жизни. Независимо от того, была ли это его защита или 11 теней, он не боялся быть атакованным со всех сторон даже десятками тысяч подобных тварей. Он посмотрел на плотные ряды демонических тварей и попросил систему просканировать окрестности. Система сразу сообщила, что сила этих тварей варьировалась от 150 до 180 баллов. Если бы он был обычным экспертом потока с силой эквивалентной Ли Цин Хун, то даже сотни таких тварей было бы достаточно, чтобы его уничтожить. Такая сила была эквивалентна экспертом потока на поздней стадии. Многие из них были чрезвычайно близки к верхнему пределу большинства экспертов потока. Если учитывать особые и уникальные атаки этих демонических тварей, то не было ничего удивительного в том, что Ли Цин Хун была захвачена в плен, когда на нее напали несколько десятков таких тварей. Помимо этих демонических тварей, которые обладали силой экспертов потока поздней стадии, было еще несколько тварей с более высокой силой. Демоническая энергия, исходящая от таких тварей, была значительно сильнее и почти достигла стадии материализации. Он чувствовал это издалека. Сила этих демонических тварей уже превзошла царство экспертов потока и была сравнима с великими экспертами потока. Судя по волнам силы, которые исходили от их тел, большинство из них имели силу энергии потока в 500 баллов или даже выше. Сильнейшие достигали отметки в 700 баллов. После этого сканирования Ли Юньму, наконец, понял, каким капиталом обладала сила третьего яруса, занимавшая территорию в подобном регионе. Обычная секта третьего яруса не могла обладать десятками тысяч экспертов потока поздней стадии или даже великого эксперта потока. Даже если не рассматривать обычных учеников долины Черного Духа, сосредоточившись на силах, скрытых в мире Черного Духа, этого было достаточно, чтобы показать доминирующее положение этой секты. В конце концов, они обладали несколькими сотнями тварей, чья сила была сопоставима с великими экспертами потока. Однако, все это было совершенно бесполезно перед Ли Юньму. Хотя их было очень много, они не могли сломить его защиту или разрушить его барьер, а теперь он обладал экспертной броней лазурного дракона. Майте не уничтожьте их. Ли Юньму прекрасно понимал, что раз не появился ни один мудрый эксперт потока, они находились на самой критической стадии. Времени на то, чтобы сорвать их планы, становилось все меньше и меньше. Таким образом, у него не было иного выхода. Не говоря лишних слов, он взмахнул рукой, призывая свои тени. Ли Юнь, Ли Фэн, Ли Дэ, Литяне и остальные немедленно появились и бросились к демоническим тварям, число которых, казалось, все еще увеличивалось. Темные фигуры были полны убийственного намерения. Учитывая увеличение силы Ли Юньму, было ясно, что тени стали еще более мощными. Они не только владели его техниками, но и обладали его абсолютной защитой. Не будет ни малейшим преувеличением сказать, что если бы не исконная экспертная броня, которая слегка превосходила копирующие способности теней, Ли Юньму мог бы игнорировать даже мудрых экспертов потока. Хотя Ли Юньму и остальные не обладали исконной экспертной броней, Ли Юньму и не обладали ее особыми свойствами. Они последовали за своим хозяином и получили силу великих экспертов потока. Их сила также претерпела значительные изменения. По крайней мере, каждая из теней обладала силой энергии потока в 10 сотен баллов, как и Ли Юньму. Таким образом, каждая тень обладала достаточной силой, чтобы справиться с обычными великими экспертами потока. В конце концов, они также обладали способностями Ли Юньму, который практиковал мощные методы закалки тела. В первые же мгновения битвы они уничтожили большое количество демонических тварей. Что касается особых атак демонических тварей, они были совершенно бесполезны против Ли Юна и остальных теней. Они были бы эффективны, будь Ли Юн и остальные обычными человеческими культиваторами и могли бы подвергнуться коррозии демонической энергии. Но, к сожалению для них, Ли Юн и остальные не были людьми. Они были тенями, поэтому на них не действовала демоническая энергия. К отчаянию демонических тварей добавилось еще и то, что их бессмертие внезапно исчезло при столкновении с Ли Юньму. Как такое возможно? Почему они не возвращаются к жизни? Здесь что-то не так. Это область, где зарождается демоническая энергия мира черного духа. Так почему же они не возрождаются? Глубоко в лесу, в этот момент запаниковал один человек. Это было потому, что он обнаружил, что ситуация снаружи была ненормальной. Будучи убитой тенями, демонические существа под его контролем не возрождались, как это должно было произойти в обычных обстоятельствах. Лес был областью, где зарождалась демоническая энергия мира черного духа. Пока она не исчезнет, демонические твари должны были возрождаться раз за разом. Но по какой-то причине они полностью уничтожались после своей смерти. Ты об этих тварях? Дело не в том, что они не могут быть воскрешены, а в том, что область, где они могут быть воскрешены, больше не существует. Внезапно, рядом с этим человеком, который только что разговаривал сам с собой, появился Ли Юньму. Он поднял палец и указал на нагрудник своей экспертной брони лазурного дракона. Даже Ли Юньму не думал, что особой средой, необходимой для активации особого свойства брони короля призраков, будет этот лес. Одной из способностей этой брони был сбор душ всех умирающих существ. Глава 510. Глава 510. Зловещие жертвоприношения невозможно. Эта область является источником всей демонической энергии мира Черного Духа. Как ты смог помешать воскрешению демонических тварей в подобной среде? Основной ученик Долины Черного Духа все еще не мог принять истину. В трясущихся руках он держал флаг. Казалось, что это было сокровище, с помощью которого он управлял этими демоническими тварями. Ли Юньму холодно улыбнулся, высокомерно глядя на него сверху вниз. Одной рукой он выхватил у него из рук флаг и бросил его на землю, после чего безжалостно на него наступил, задействовав всю свою силу. Под воздействием ужасающей силы, сокровище, на создание которого Долина Черного Духа потратила огромное количество средств и сил, просто разлетелось на куски. Нет ничего невозможного. Ох, ты все еще не понимаешь? В таком случае, тебе следует пойти к ним и немного с ними поболтать. Рука Ли Юньму неожиданно метнулась в сторону живота основного ученика Долины Черного Духа. Даже несмотря на то, что этот человек обладал большой силой и был одет в экспертную броню, он все равно не смог противостоять такой атаке. Удар Ли Юньму разрушил все его мысли о том, чтобы сообщить обо всем начальству, разбив в дребезги все его бредовые надежды. Этот человек был очень хитер. Он надеялся использовать другие сокровища против Ли Юньму, чтобы отвлечь его и тайно сообщить высшим экспертам Долины Черного Духа о том, что здесь произошло. Но даже самые мелкие его движения не могли ускользнуть от глаз Ли Юньму. Этого удара было достаточно, чтобы сокрушить всю защиту этого человека и его способность сопротивляться. Ли Юньму поднял своего противника, который обладал силой по меньшей мере великого эксперта потока пятого ранга, и бросил его в толпу демонических тварей, словно он был мусором. После того, как он рухнул в толпу демонических тварей, которые словно поджидали его словно акулы, послышались леденящие кровь отчаянные крики. После того, как Ли Юньму уничтожил флаг, демонические твари полностью вышли из-под контроля. Это была ситуация, которую Ли Юньму хотел видеть. В конце концов, демонических тварей, которые много лет подпитывались демонической энергией этого мира, какой бы высокой силой ни обладали тени Ли Юньму, врагов было слишком много. Как только они вышли из-под контроля, они перестали действовать как организованная армия, благодаря чему давление на тени стало намного ниже. Пойдем, мои призванные существа сами справятся с этой проблемой, сказал Ли Юньму, потому что время играло против него. Он быстро направился в лес, оставив позади ошеломленную девушку. Деспотично, крайне деспотично. В этот момент Ли Цинхун своими глазами увидела изменения в Ли Юньму. Она и подумать не могла, что после того, как Ли Юньму совершит прорыв в царство великого эксперта потока, давление его силы будет настолько мощным. Ли Цинхун еще ни разу не ощущала ничего подобного от великих экспертов потока за все те несколько лет, что они провели в изначальном мире. Может это из-за легендарной исконной экспертной брони? Неужели она настолько страшная? Подумав об этом, Ли Цинхун покачала головой. В этот момент она чувствовала себя беспомощной. Она чувствовала, что никогда не сможет превзойти Ли Юньму. Хотя все это время она была вынуждена следовать за Ли Юньму, в глубине души она все еще не была убеждена. Она считала дни в надежде догнать Ли Юньму и одолеть его в бою. Но в этот момент она поняла, что ее цель все еще была слишком далека. Она вспомнила слова Ли Юньму о том, что в тот день, когда они достигнут царства мудреца потока, он вернет им свободу. Теперь стало ясно, что это была не пустая болтовня. Эти слова не были ложью, а скорее искренним обещанием. Учитывая нынешнюю ситуацию, было очевидно, что в тот день, когда хоть кто-нибудь из последователей достигнет царства мудрецов, Ли Юньму будет обладать такой силой, что ему будет наплевать на то, раскроют они его секреты или нет. После того, как ситуация с демоническими тварями была решена, путь вперед был открыт. Вскоре они добрались до места в глубинах леса, которая считалась центральной частью мира Черного Духа. Уже издали можно было увидеть огромный нефритовый алтарь с лестницей в центре. Джануэ, которого Ли Юньму изначально искал, находился там. Кроме того, там также присутствовали старейшины секты и глава секты, а также все основные ученики. В этот момент они находились на самой важной стадии ритуала. Все эти люди вокруг алтаря вливали в него свою энергию потока. В то же время на вершине алтаря проводилось грандиозное жертвоприношение. Больше всего Ли Юньму поразило, что вокруг алтаря стояло три ряда молодых девушек. Они были в возрасте от 15 до 18 лет, и они были абсолютно голыми, но привязанные к кольям, воткнутым в землю. Их белоснежные обнаженные тела были покрыты какими-то странными магическими символами. Одна за другой, капли крови стекали по их телам, падая на черную землю рядом с кольями. После этого кровь стекалась к центру алтаря благодаря огромному заклинанию вокруг алтаря. С первого же взгляда Ли Юньму понял, что девушек уже не спасти. Потеряв огромное количество крови, они были на последнем издыхании. Он действительно не ожидал, что ничтожная секта третьего яруса на краю мира неожиданно окажется настолько зловещей, что принесет в жертву тысячи молодых девушек. Ли Юньму не рассердился. Напротив, он оставался совершенно спокоен. Это было потому, что он отлично знал о существовании неравенства между культиваторами и обычными людьми в изначальном мире. Тут не было ничего справедливого или несправедливого. Если кто-то хочет справедливости, он должен полагаться на свои собственные кулаки, чтобы добиться ее. Но эта сцена укрепила решимость Ли Юньму уничтожить долину черного духа одним ударом. Был еще один факт, который удивил его. Жертвенные методы, которые использовала долина черного духа, чтобы попасть на землю, сильно отличались от платформы небесного пути, которую использовал Ли Юньму. Если он хотел открыть проход к какому-то миру, он должен был выполнить два условия. Во-первых, он должен был знать координаты этого мира. А во-вторых, он должен был использовать достаточное количество пространственных камней, чтобы построить небесный мост к этому миру. Хотя выполнение этих условий было не таким уж и простым, потому что ему требовалось предложить достаточно много пространственных камней, но это казалось обычной сделкой. Однако, методы долины черного духа сильно отличались. По сравнению с методом Ли Юньму, метод долины черного духа больше походил на жертвоприношение демоническому духу. Даже сам алтарь был похож на человеческую фигуру. Может, они не используют сокровища, подобные небесной платформе, а действительно приносят жертвы демоническому духу, чтобы получить большое количество энергии? Глава 511. Глава 511. Взрыв небес. Похоже, что его небесная платформа была чрезвычайно редким сокровищем древних времен, который можно было получить лишь благодаря огромной удаче. Мастер, они собираются открыть проход между мирами. Будет слишком поздно, если мы не остановим их прямо сейчас. В какой-то момент времени Ли Цинхун догнала его и посмотрела вперед с беспокойством на своем холодном лице. После того, как она узнала от Ли Юньму о воскрешении древнего бога, она ясно понимала, что произойдет, если эти люди откроют проход на землю. Она не боялась, что они вторгнутся на землю, но их приход предоставит древнему богу отличную возможно захватить очень хорошее тело. Не волнуйся, давай подождем еще немного. Они еще не приступили к самой важной части. Благодаря своему истинному взору Ли Юньму легко мог видеть сквозь заклинания окружающие платформу. Намек на необъяснимое безумие промелькнул в его глазах, пока он ждал подходящего момента. Изначально он хотел всего лишь разрушить план врага, а потом использовать призрачную подмену, чтобы сбежать от пяти мудрых экспертов потока. Это был лучший вариант развития событий в его голове. Однако увидев, что противник приносит жертвы демоническому духу, в его голове возникла иная мысль. Очевидно, что они приносили жертву демоническому духу, но что произойдет, если это подношение будет украдено Ли Юньму в самый последний момент. Ли Юньму не знал, что именно произойдет в такой случае, но у него были мысли о двух возможных вариантах развития событий. Первый вариант заключался в том, что демонический дух придет в ярость после того, как сделка будет нарушена. В таком случае вся верхушка долины Черного Духа будет уничтожена за то, что они разгневали демонического духа. Тогда как второй вариант заключался в том, что ярость демонического духа обрушится только на Ли Юньму, который помешал ритуалу. Естественно, учитывая тот факт, что демонический дух был божеством, он просто уничтожит всех присутствующих без исключения. Вскоре система пришла к выводу, что третий вариант был самым возможным из всех. Ярость обрушится на всех присутствующих, не разбирая, кто прав, а кто виноват. После получения этого результата сердце Ли Юньму бешено заколотилось, он начал колебаться. Перед ним была редкая возможность, но он должен был рискнуть своей жизнью, чтобы привести этот план в исполнение и уничтожить всю долину Черного Духа одним махом. Но сможет ли он противостоять ярости истинного демонического бога? У Ли Юньму не было никакого особого плана, но он должен был сделать этот выбор. Это была единственная возможность. Ли Юньму был довольно решительным человеком. Он и раньше много раз рисковал, как в случае создания исконной экспертной брони, и теперь он должен был рискнуть снова, вне зависимости от того, сможет он противостоять этому бедствию или нет. Его единственное преимущество заключалось в том, что он был посторонним и владел инициативой, а также его не ждала ответная реакция. В конце концов, он не вкладывал ни капли своей энергии потока в этот ритуал. Не отходи от меня дальше, чем на метр. Я готовлюсь сделать свой ход. Приняв решение в своем сердце, Ли Юньму отбросил все лишние мысли, потому что ритуал подошел к самой важной части. Когда это случилось, большое количество жертвенной крови собралось в центре алтаря, в то время как члены Долины Черного Духа продолжали вливать в алтарь свою энергию потока. В этот момент над жертвенным алтарем начали появляться интенсивные энергетические колебания. Под воздействием огромного количества энергии начал открываться проход, ведущий на землю. Целью Джануя и его союзников было открытие прохода. В этот момент небо мира Черного Духа накрыло чрезвычайно зловещее присутствие. Даже Ли Юньму, чья сила значительно возросла, почувствовал, как его разум в этот момент наполняется крайним негодованием и злобой. Просто почувствовав это присутствие, Ли Цинхун приходилось еще хуже. Неописуемое и трудно контролируемое желание убивать атаковало его мозг. Его глаза постепенно покраснели, и он невольно посмотрел на девушку, находящуюся рядом с ним. В этот момент у него возникло сильное желание бросить ее на землю и безжалостно разорвать на кусочки, прежде чем сожрать ее плоть. В этот момент в его море сознания вспыхнул синий свет и появился синий дракон, который силой втянул в себя всю демоническую энергию. В голове Ли Юньму немедленно прояснилось. Вернувшись в чувство, Ли Юньму почувствовал, как по спине пробежал холодок. Присутствие демонического духа было чрезвычайно пугающим. Из-за этого он едва не провалил задачу. Положение лица Нхун было еще хуже. Ее лицо стало совершенно красным. Она покраснела и обильно потела. Она присела на корточке и прижала колени к груди. Очевидно, что она не устояла перед демоническим присутствием. После этого Ли Юньму ударил ее по затылку и она потеряла сознание. Время пришло. Вернув над собой контроль, Ли Юньму заметил, что в какой-то момент над алтарем появился призрачный силуэт. Огромный призрак открыл свои кроваво-красные глаза, словно внимательно наблюдал за всем, что происходило внизу. Его взгляд был полон жестокости и желания убивать. Слабый дождь, идущий по всему миру черного духа, из черного превратился в красный. По мере того, как призрачный силуэт спускался вниз, проход на землю становился все больше и стабильнее. Все члены долины черного духа и Чжануя были чрезвычайно взволнованы, наблюдая за тем, как проход становится все более стабильным. В этот момент Ли Юньму понял, что сейчас было не слишком рано и не слишком поздно. Это был идеальный момент для атаки. Недолго думая, Ли Юньму достал бутылку со священной водой жизни, которая содержала последние три капли, потому что Ли Юньму использовал 30 капель при создании экспертной брони лазурного дракона. Съешьте это. В глазах Ли Юньму мелькнуло безумие. Он взмахнул рукой и отправил в полет эту каплю священной воды жизни, которая упала на жертвенную девушку и смешалась с ее кровью, после чего вместе с кровью отправилась в центр алтаря. Одной капли священной воды жизни было достаточно, чтобы спасти жизнь, но иногда этой самой капли было достаточно, чтобы убить человека. И именно это сейчас и происходило, потому что священная вода жизни имела священный атрибут. Святая вода жизни была немезидой для демонических созданий. И действительно, стоило капли священной воды жизни достичь центра алтаря, как мир черного духа задрожал от болезненного рева, который эхом отозвался в сознании каждого. Люди, вы настолько обнаглели, что решились строить заговоры против этого бога. Я хочу, чтобы вы все сдохли. Вы умрете в мучениях, мелкие насекомые. Аэркхх. Глава 512. Глава 512. Ответная реакция одна капля священной воды жизни была подобна ведру взрывчатки. Весь мир черного духа задрожал из-за рева беспрецедентно могущественной сущности. Как только Ли Юньмо почувствовал, как на весь окружающий мир обрушилась невероятная ярость, от которой у него пересохла во рту, он схватил Ли Цин Хун, которая успела прийти в себя и находилась рядом с ним. После этого он развернулся и побежал. Призрачная подмена. В этот момент Ли Юньмо не осмелился что-то утаивать, когда ему противостоял демонический дух. Он использовал свой самый лучший навык побега, не беспокоясь о том, что это была одна из сильнейших техник побега на земле. В мгновение Ока Ли Юньмо превратился в луч света и рванул в сторону входа в мир черного духа. К тому моменту те люди, которые участвовали в ритуале жертвоприношения, уже начали испытывать ответную реакцию из-за капли священной воды жизни. В то время как Ли Юньмо воспользовался возможностью сбежать, все важные представители долины черного духа у алтаря кровавого жертвоприношения пострадали от ярости демонического духа и ответной реакции после вмешательства в ритуал. Кроваво-красный туман начал проникать в их тела, и никто из них не был исключением. Независимо от того, были это основные ученики или пять старейшин, достигших царства мудрого эксперта потока. Все они в данный момент кашляли кровью. Темно-красная кровь приводила их в ужас. Кровь, которую они сплевывали из-за ответной реакции, казалась уже не обычной кровью, а скорее их сущностью крови. Они продолжали кашлять сущностью крови, не способные контролировать себя, пока их аура просто не исчезла. Десять великих экспертов потока погибли всего лишь из-за ответной реакции. Следует знать, что, если бы они были на земле, великие эксперты потока шестого-седьмого ранга уже были бы сравнимы с мудрецами потока с земли. Тем не менее, жизни таких могущественных людей были потеряны в считанные мгновения. Когда Ли Юньму, который уже убежал достаточно далеко, обернулся назад и увидел эту сцену, его сердце мгновенно похолодело. Древний бог, это была сила царства древнего бога. Хотя злобный древний бог определенно был далек от своей пиковой силы, и его истинное тело так и не снизошло в мир черного духа, он все равно мог с легкостью уничтожить великих экспертов потока. Однако, самым ужасающим было не то, что погибли десять великих экспертов потока, а то, что количество жертв продолжало расти. Даже пять мудрых экспертов потока больше не могли держаться. Они продолжали кашлять кровью, пока, наконец, их глаза постепенно не потеряли свой блеск, а тела жизненную силу. Все мудрые эксперты потока последовали по стопам великих экспертов потока и погибли. Хотя, среди них был один человек, который до сих пор сопротивлялся. Плотный слой черного тумана окутал его тело, надежно защищая его. Если предположение Ли Юньму было верным, этот мудрый эксперт потока должен быть мировым Мастером Мира Черного Духа. В этот момент его защищала вся сила Мира Черного Духа. Тем не менее, даже несмотря на это, его черный щит постепенно начал сильно дрожать. Его более ужасающим фактом было то, что сущность крови, которую откашляли эксперты Долина Черного Духа, казалось, начало оживать. Кровь, которая попала на Землю, неожиданно начала извиваться, словно обрела сознание. Тысячи потоков крови с грохотом слились воедино. В следующее мгновение на алтаре возвысилось трехметровое кроваво-красное существо, все тело которого было сформировано из крови. Люди, вы все умрете, никто из вас не сбежит. Когда багровое чудовище открыло пасть, оно обрушило свою ярость на мир Черного Духа. Казалось, что именно тогда он почувствовал маленькое насекомое по имени Ли Юньму. С оглушительным ревом, багровое чудовище рассеялось и снова превратилось в капли крови, заполнившие все небо. Они бросились в сторону Ли Юньму. В этот момент Ли Юньму судорожно вздохнул. Он был почти на грани слез. Если бы он знал, что высшие эшелоны Долина Черного Духа приносят жертвоприношение такому ужасающему демоническому богу, он бы даже под страхом смерти не решился использовать подобный метод, чтобы вызвать катастрофу. Он ни за что не стал бы разрушать проход на Землю, если бы знал, что это приведет к таким последствиям. После использования призрачной подмены его скорость была чрезвычайно высокой. Особенно это было заметно в особых условиях мира Черного Духа. Скорость движения Черного Луча достигла наивысшей точки. Она превосходила обычную скорость при использовании этой техники в несколько раз. Это была самая высокая скорость, которую мог показать Лиюниму. Но багровый монстр, который превратился в кровавый дождь, был еще быстрее. Если быть честным, его скорость была на совершенно ином уровне. В следующее мгновение на убегающего Лиюниму обрушился кровавый дождь. Одна за другой, капли крови вновь собрались вместе. Человек, ты помешал моему снисхождению. Я сожру тебя целиком. Голова багрового монстра обрушилась на Лиюниму. Он открыл рот и проглотил Лиюниму вместе с Ли Цинхун. Проглотив их целиком, демонический дух сосредоточился, пытаясь обнаружить другие формы жизни в мире Черного Духа. Он хотел сожрать абсолютно всех в этом месте. Однако уже в следующее мгновение он взревел от еще большей ярости, чем прежде. Это было потому, что он обнаружил, что насекомое, которое ранило его ранее, на самом деле не было проглочено. Более того, он неожиданно появился прямо в центре алтаря. Такой невероятный демонический бог, как он, на самом деле был обманут маленьким насекомым. Бум! Багровое чудовище вновь рассеялось, превращаясь в капли крови, которые с невероятной скоростью направились к алтарю. Оказавшись на алтаре, Лиюниму пробормотал себе под нос легкой беспомощностью. Похоже, с этим ничего не поделаешь. Теперь это единственный выход. Как раз перед тем, как его проглотили вновь, он снова использовал призрачную подмену, чтобы спасти свою или цинхун жизни. Одиннадцатая тень была принесена в жертву ради этого. Глава 513. Глава 513. Обмануть смерть это был первый раз, когда Лиюниму осознал свою беспомощность. Он еще никогда не чувствовал такого бессилия, особенно после создания экспертной брони лазурного дракона. Столкнувшись со злым духом на уровне истинного древнего бога, Лиюниму наконец осознал разницу между ними. Даже если у него было еще 10 теней, у него не было ни малейшей уверенности, что он сможет сбежать из мира черного духа. Даже при том, что выход из мира черного духа находился в нескольких минутах пути, он не был уверен, что сможет успешно сбежать. Теперь, когда ужасающий демонический дух сосредоточился на нем, ситуация стала хуже некуда. Он огляделся вокруг и его взгляд упал на проход между двумя мирами, который потерял стабильность из-за его вмешательства. Стиснув зубы, он бросился к проходу на землю, который еще не до конца разрушился. Но Лиюниму не забыл об одном деле. Дело было в том, что в мире черного духа все еще был один человек, на которого не повлияло появление кровавого чудовища. Этот человек просто не обладал достаточной квалификацией, чтобы использовать свою энергию потока в ритуале, потому что его сила была слишком низкой. Среди культиваторов долины черного духа он был единственным, кто не предоставлял своей энергии потока, чтобы открыть проход на землю. Благодаря этому он ни в малейшей степени не пострадал от отдачи из-за вмешательства в ритуал. Ему невероятно повезло, поскольку это позволило ему дожить до этого момента, когда Чжануя почувствовал, что ритуал был сорван, и увидел, как все высшие эксперты страдают от ответной реакции и погибают, в то время как в мир черного духа снисходит разъяренный демонический дух. Он был чрезвычайно напуган. Учитывая его силу, он находился на самой низкой ступеньке пищевой цепи. Только невероятная удача позволила ему продержаться так долго. Он спрятался за деревом в лесу и полностью скрыл свое присутствие, притворившись мертвым. Но все его действия не укрылись от взгляда Ли Юньму, который все это время внимательно за ним следил. Он с неохотой посмотрел на Чжануя, а затем прыгнул в проход на землю, который еще не был полностью открыт. Чжануя, естественно, увидел этот взгляд Ли Юньму. Он сразу же узнал этого человека, который ворвался в мир черного духа и одним ударом разрушил все их планы, а теперь убегал от могущественного демонического духа Ли Юньму. Невозможно, отчаянно закричал он в своем сердце. Его силы было недостаточно для того, чтобы продвинуться в своем развитии и добраться до царства великого эксперта потока. Но Ли Юньму, который прибыл в этот мир одновременно с ним два года назад, действительно стал таким могущественным. Возможно ли это, как он, Чжануя, мог так сильно от него отстать? Его сердце было наполнено ненавистью и завистью, а также невероятным негодованием. Но в то же время ему повезло, что этот человек, которого он раньше даже не замечал, отправился прямо по пути смерти. Пока он наблюдал за ним, Ли Юньму ворвался в проход к земле, а следом за ним туда ворвался демонический дух. И все же он, Чжануя, успешно выжил. Возможно, именно из-за его слабых энергетических колебаний или из-за того, что он был совершенно незначительным муравьем, демонический дух на удивление пренебрег его существованием на данный момент. Однако он все еще продолжал скрывать свое присутствие, не смея сделать ни малейшего движения, надеясь, что беда уйдет. Он был убежден, что ответная реакция продлится лишь временно. Даже демонический дух не мог поддерживать эту форму вечно. Когда Ли Юньму прыгнул в проход на землю, не беспокойся о последствиях, кровавый монстр издал вой и исчез. Мир черного духа, который утратил спокойствие после демонического духа, вновь обрел спокойствие. Но теперь вся землю была усыпана трупами. Все культиваторы долины черного духа, которые были здесь, теперь лежали мертвыми. Их жалкое состояние должно было послужить примером того, что может случиться, если разозлить демонического духа. В этот момент Чжануя чувствовал беспрецедентный шок, и его сердце бешено билось в груди. Он бросил оценивающий взгляд на силуэт в центре алтаря, который ранее был защищен черным туманом. Это был глава долины черного духа. Весь мир черного духа теперь мой, и долина черного духа тоже моя. Возможно, я и не смогу вернуться на землю, а кровавое жертвоприношение было сорвано, но результаты все равно хороши. Ахахаха. Чжануя поднял голову и дико рассмеялся, нисколько не беспокоясь о последствиях. Несмотря на то, что мастер долины черного духа был защищен миром черного духа, он все равно не смог пережить ужасающую ответную реакцию и погиб. В этот момент он, Чжануя, был окончательным победителем. Шаг за шагом он приближался к телу мастера долины черного духа, чувствуя одновременно безумие и нервозность. Все наследия мира черного духа было в руках мастера долины черного духа. Он медленно приближался. Десять метров, пять, три, два, один. Чжануя со смехом протянул вперед руку. Однако уже в следующее мгновение его улыбка застыла, потому что труп мастер долины черного духа внезапно зашевелился и перевернулся. Под ним небольшая тень, которая в этот момент поднялась. Тень встретилась взглядом с Чжануя, а затем ее тело трансформировалось, став идентичной по форме и фигуре Ли Юньмо. После этого на лице у тени появилась легкая улыбка. Это была всего лишь улыбка, но выражения лица Ли Юньмо было достаточно, чтобы напугать Чжануя. Внезапно в голове Чжануя раздался голос. Теперь все кончено. Пришла пора умереть. Тень подняла кулак и ударила его с огромной силой. Ты, как ты скрылся от восприятия демонического духа? Как он мог пренебречь тобой, когда у тебя такая сила? Это невозможно. Чжануя был обречен, но не желал закрывать глаза. Он рухнул на землю с широко раскрытыми глазами. До самого последнего вдоха Чжануя не мог понять, как Ли Юньмо удалось обмануть демонического духа. Более того, он лично видел, как Ли Юньмо прыгнул в проход вместе с Ли Цинхун. Ли Юньмо действительно избежал катастрофы с помощью хитрости и вернулся, чтобы прыгнуть в проход на землю. Убив Чжануя одним движением, он сел на землю и вздохнул с облегчением. На этот раз он действительно был на грани. Одна ошибка и план мог сорваться. Первоначально Ли Юньмо верил, что в особых обстоятельствах сможет без особых проблем использовать призрачную подмену и 11 теней, чтобы они его подменили и стали жертвами. В любом случае он должен был сбежать из мира черного духа. Но после того, как он лично испытал на себе ужасающее могущество демонического духа и почувствовал приближение смерти, он не отчаялся и смог в самый ответственный момент избежать смерти и выжить. Он действительно прыгнул в проход на землю, но в последний момент 10 и 9 тени заменили его или Цинхун. После этого он воспользовался новым навыком Ли Юна, теневым панцирем, чтобы спрятаться под трупом мастера долины черного духа и скрыться от ярости демонического духа. Однако, независимо от того, была ли это призрачная подмена или теневой панцирь, ничто из этого не смогло бы обмануть демонического духа, если бы он был спокоен. Но все это уже не имело значения. Он успешно пережил катастрофу. Глава 514. Глава 514. Разрушение защитного заклинания после трагедии. Мир черного духа остался совершенно пустым. Но Ли Юнему вовсе не желал его захватывать, потому что даже если это был независимый мир с большим количеством ресурсов, он был наполнен демонической энергией. Если Ли Юнему его унаследует, его сердце абсолютно точно будет загрязнено демонической силой. И все же, отказываться от него было очень жалко. Ли Юнему остановился около трупа мастера долины черного духа и достал предмет, связанный с управляющей стелой. Поскольку он не был заинтересован в нем, ему оставалось лишь продать его. Хотя он не знал, сколько именно очков вклада принесет ему мир черного духа, он был уверен, что такой неожиданный урожай сделает его богатым. После этого Ли Юнему отправился к трупам других старейшин долины черного духа и увеличил свой урожай. Он получил более 10 тысяч очков вклада, а также три оригинальные рукописи с методами культивации долины черного духа. Одна из рукописей содержала метод создания большого количества демонических тварей путем использования специальной среды. Хотя эта рукопись была чрезвычайно зловещей, Ли Юнему не испытывал к ней никакой неприязни. Вернее было сказать, что в этом мире не было ни добрых, ни злых методов, лишь добрые или злые пользователи. Секретная техника, позволяющая создавать демонических тварей, не повлияла на его мысли, поэтому он сразу добавил ее в свою коллекцию. После того, как он добавил броню короля призраков в свою экспертную броню лазурного дракона, он приобрел способность имитировать среду, пригодную для создания демонических тварей. Он мог крайне эффективно использовать эту секретную технику. Пойдем отсюда, здесь больше нечего делать. Ли Юнему развел костер и сжег тела трех тысяч молодых девушек. После этого он задействовал граничную стелу и вернулся в изначальный мир, даже не оглядываясь. К этому времени в долину черного духа уже вернулось спокойствие. Все ученики долины черного духа уже разбежались, оставив секту третьего яруса в абсолютном запустении, с разбросанными повсюду вещами. Очевидно, что ученики воспользовались окружающим хаосом, чтобы захватить все самые ценные вещи. Учитывая его силу, Ли Юнему не был заинтересован в тривиальных вещах. Но долина черного духа все еще оставалась силой третьего яруса, которая была в состоянии удерживать территорию на восточной границе человеческой территории. Система отправила на разведку несколько пространственных глаз, чтобы помочь с поисками. Вскоре они все же смогли найти сокровищницу, в которой хранилось все самые ценные имущества долины черного духа. У любой силы была своя сокровищница, построенная в их штаб-квартире, которая тщательно охранялась. Для практичности сокровищницы строились не в отдельных пространствах, а непосредственно в изначальном мире. Ли Юнему пришел не слишком поздно. Учитывая важность сокровищницы для долины черного духа, она была защищена несколькими слоями защиты, что помешало убегающим ученикам разграбить ее во время хаоса. Сокровищница осталась нетронутой. Когда Ли Юнему прибыл туда, он столкнулся с двумя группами учеников долины черного духа. В каждой группе было по несколько десятков человек. У них хватило мужества не сбежать, а сосредоточиться на сокровищнице. Ли Юнему решил их не щадить. У них было достаточно времени, чтобы сбежать, но их ослепила собственная жадность. Потому не было необходимости сдерживаться. Чтобы расправиться почти с сотней учеников долины черного духа, Ли Юнему даже не пришлось прилагать собственных усилий. Взмахнув рукой, он призвал большое количество демонических тварей. Это были те же демонические твари, с которыми его тени сражались в мире черного духа. Изначально они могли воскреснуть лишь в лесу мира черного духа, где концентрация демонической энергии была самой высокой. Но из-за того, что броня короля призраков была объединена с экспертной броней лазурного дракона, она обладала аналогичными свойствами. Благодаря этому они могли возрождаться в специальном пространстве внутри экспертной брони лазурного дракона и были подконтрольны своему хозяину, Ли Юнему. Надо сказать, что каждая особенность экспертной брони лазурного дракона была поистине тиранической. Ли Юнему взмахнул рукой и в тот же миг тысячи демонических тварей бросились к группе выживших учеников долины черного духа. В этой битве не было никакой справедливости. Вскоре перед Ли Юнему была еще одна гора трупов экспертов потока. Ли Юнему отправил их тела в специальное пространство в экспертной броне лазурного дракона. Через 2-3 месяца количество демонических тварей увеличится почти на сотню. Система у тебя есть какие-нибудь методы, позволяющие разрушить формации вокруг сокровищницы долины черного духа? После того, как он избавился от всех препятствий, Ли Юнему посмотрел на сокровищницу, которая была защищена 11 слоями защиты. На самом деле сокровищница была окружена 15 слоями формаций, но ученики долины черного духа уже успели разрушить 4 внешних слоя, которые были наиболее слабыми. Что касается оставшихся 11 слоев, их явно нельзя было разрушить в ближайшее время. Поскольку информация о формациях изначального мира слишком ограничена, системе будет трудно предоставить вам какую-либо помощь, но система может предложить хозяину воспользоваться абсолютной силой, чтобы просто уничтожить все оставшиеся препятствия. Учитывая силу секты, заклинания, защищающие сокровищницу, не должны представлять для вас проблемы. После некоторых раздумий система не смогла предложить никаких методов, но предложила наиболее простой способ. Это подразумевало использование чистой силы для прорыва. Защитные заклинания или формации, все они были бесполезны перед абсолютной силой. Услышав такой совет, Ли Юнему согласно кивнул. Поскольку сила формации не представляла для него какой-либо угрозы, он мог использовать грубую силу. Он прекрасно понимал, что у него в запасе было не так много времени. Произошедшие в долине Черного Духа вскоре взбудоражат все окрестные силы, которые узнают обо всем от сбежавших учеников долины Черного Духа. В последнее время сила Ли Юнему значительно возросла и у него больше не было необходимости скрывать свои возможности. Тем не менее, он все еще опасался вмешательства могущественных сил изначального мира. Он знал, что у сект второго яруса были могущественные люди на уровне Богов, которые защищали их. Испытав на себе силу Древнего Бога, Ли Юнему не горел желанием сталкиваться с Божествами. Когда демонический дух на уровне Древнего Бога снизошел в мир Черного Духа, он не показал своей истинной силы из-за ограничений, наложенных миром. Это означало, что Ли Юнему столкнулся всего лишь с частью силы Древнего Бога, но даже этого оказалось достаточно, чтобы заставить Ли Юнему прыгнуть в нестабильный и не до конца открывшийся пространственный туннель. Таким образом, он стал сдерживаться и обрушил всю свою силу на защитные формации. Сила Святого Духа Лазурного Дракона непрерывно обрушивалась на формации. Он был уверен, что с помощью Святого Духа Лазурного Дракона успеет разрушить защиту сокровищницы до того, как сюда прибудут представители других сект. Глава 515. Глава 515. Город Паньгу. Город Паньгу был самым большим городом народа Паньгу. Это был их единственный священный город и единственный открытый для иноземцев. Войдя в него, Ли Юнему второй раз в изначальном мире встретил иную расу. Первый, естественно, был клан Холл, у которого была пурпурная кожа. Они обладали какой-то необычной, захватывающей дух красотой, а также древней историей. Паньгу, с другой стороны, были не столь очаровательны, как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения истории. Они не были красивыми, а скорее грозными и варварскими. Первым впечатлением Ли Юнему было то, что Паньгу из изначального мира были доблестными, доблестными и еще раз доблестными. Он ясно помнил, что в мифологии Китая с земли было божество по имени Паньгу, которое сотворило немало невероятных чудес. Но Ли Юнему не знал, имел ли легендарное древнее божество с земли какое-то отношение к народу Паньгу из изначального мира или это просто совпадение. Но у него не было ни малейшего желания углубляться в этот вопрос. Он знал, что Паньгу были чрезвычайно опасны. Даже если они жили среди бесчисленных человеческих сил, они все еще считались чрезвычайно экстраординарной силой. Брат Ван, я слышал, что священный город Паньгу запрещает человеческим силам и сектам открывать там свои базы. Это правда? Ли Юнему сидел вместе с молодым мужчиной в звериной повозке, которая стояла в очереди на въезд в город Паньгу. Да, ни одна человеческая организация не может обосноваться в этом священном городе. Такие обычные люди, как мы с тобой, могут войти в него и не чувствовать себя неполноценными или боясь оскорбить какого-нибудь эксперта потока. Среди обычных людей священный город Паньгу также имеет еще одно имя, священный райский город. Брат Ван, с которым Ли Юнему случайно столкнулся во время путешествия, говорил о священном городе Паньгу с восхищением и уважением во взгляде. По правде говоря, он тоже впервые приехал в город Паньгу, но его знания о нем были намного обширнее, чем у Ли Юнему. О, ты говорил, что Паньгу совершенно не похожи на нас, но они так легко принимают людей самого низшего класса. Почему же тогда они так решительно отвергают наши организации? Спросил Ли Юнему. Брат Линь, чтобы понять это, тебе нужно знать несколько фактов. Раз уж мы обзаговорили, для начала тебе нужно понять самые основные требования Паньгу. Ван Жень, у которого был вид ученого, начал с волнением свой рассказ, учитывая, что он тоже собирался войти в город Паньгу, которым он долгое время восхищался, а также тот факт, что его не сдерживали рамки строгой человеческой иерархии. Он не смолкал ни на секунду. Ли Юнему охотно его слушал, чтобы получить дополнительную информацию об этом регионе. Город Паньгу действительно был таким, как о нем рассказывали. Великий священный город Паньгу, в который все стремились попасть. Это относилось не только к народу Паньгу, но и к обычным людям, которые жили поблизости. Благодаря объяснениям Ван Женя, Ли Юнему постепенно начал понимать, почему это так. Так вот в чем дело. В этом мире ничего не случалось просто так. Паньгу в этом плане ничем не отличались. Причина, по которой они так хорошо относились к обычным людям, заключалась в их потребностях. Паньгу нуждались в знающих простых людях, которые были опытны во всех видах основных профессий. В том случае, если люди были достаточно умелыми и трудолюбивыми, Паньгу позволяли обычным людям жить и работать в городе Паньгу. А все потому, что Паньгу были чрезвычайно ленивы. Никто из них не хотел заниматься сельским хозяйством или другими основными профессиями. Тем не менее, они нуждались в большом количестве пищи, а зима для них считалась самым мучительным периодом. Каждую зиму многие представители их народа умирали от голода. Да, это был голод, а не простое замерзание до смерти. Все дело в том, что благодаря родословной Паньгу они совершенно не боялись холода. Все представители данной расы были сильны, отважны и чрезвычайно выносливы. Однако это ставило вопрос, если они были так сильны, почему они были так ленивы, что их люди умирали от голода. Причина этому была проста, их лень была относительно. Просто они направляли всю свою энергию в культивацию. Да, Паньгу действительно были такими фанатичными. Они скорее умрут с голоду, чем прекратят свое развитие. Не важно, были они мужчинами или женщинами, они тратили все свое время на горькую культивацию. Именно по этой причине Паньгу были готовы приютить на своей территории обычных людей. В конце концов, обычные люди, особенно самого низшего класса, были готовы много работать, чтобы выжить. В последние годы, по мере того, как росла репутация города Паньгу, предоставляющего преимущество людям низшего класса, все больше людей в отчаянной ситуации устремлялось туда всей семьей, чтобы прокормиться. Поскольку в городе Паньгу не было никакой особой иерархической структуры, люди низшего класса могли жить там в относительном комфорте. Но, у Паньгу было совершенно иное отношение к человеческим культиваторам. Для этого не было никаких особых причин, кроме того, что Паньгу не хотели видеть на своей территории другие человеческие силы. У них и без того хватало могущественных культиваторов, поэтому они не хотели, чтобы другие силы конкурировали с ними за те скудные ресурсы, которые располагались на их территории. Когда Ли Юньму услышал это, он почувствовал холодок. Казалось, что он пересчитал цыплят еще до того, как они вылупились, и совершенно ошибся в расчетах. Ему не следовало приходить в такое место. Изначально он думал, что территория Паньгу будет отличным выбором, чтобы избежать преследования змеи преисподней секты изначального бога. Однако, теперь он понял, что все было не так просто, как он думал. Причина была проста. Ли Юньму обладал статусом культиватора. Он и не подозревал, что это может вызвать какие-то проблемы. Куда бы на человеческой территории не отправился великий эксперт потока, он обладал возвышенным статусом. Ох, брат Линь, почему ты вдруг так помрачнел? Ван Жень заметил, как изменилось выражение лица Ли Юньму и не удержался от вопроса. М, брат Ван, честно говоря, я тоже культиватор. Боюсь, что я сделал неправильный выбор, приехав в город Паньгу. Поскольку дело дошло до этого момента, Ли Юньму уже не видел необходимости этого скрывать. Изначально он планировал проникнуть в город, где он мог избежать внимания змеи преисподней секты изначального бога, а также продать часть сокровищ, полученных после уничтожения долины Черного Духа. Но кто бы мог подумать, что он наткнется на железную стену еще до того, как войдет в город Паньгу. Глава 516. Глава 516. Самая грозная раса в мире, каким человеком был Ван Жень? Хотя он не был представителем низшего класса, который ничем не отличался от рабства, он был выходцем из обычной семьи. Даже если он обладал небольшим количеством знаний, он был всего лишь обычным человеком, совершенно обычным человеком. И теперь он вдруг обнаружил, что Ли Юньму, с которым он болтал всю дорогу, был на удивление легендарным экспертом потока. Ван Жень мгновенно запаниковал, и его слова также стали немного бессвязными. На самом деле, дело было не в том, что у Ван Женя не было никакого мужества, а в том, что иерархия человеческого общества в изначальном мире была слишком жесткой. Разница в статусе между обычными людьми и экспертами потока была не просто разницей в несколько классов. Можно сказать, что эта разница была как между небом и землей. Когда Ван Жень, наконец, смог взять себя в руки, он начал разговаривать чрезвычайно вежливо и учтиво, и даже подумывал о том, чтобы опуститься перед ним на колени. Но вскоре, к своему ужасу, он обнаружил, что в воздухе было какое-то бесформенное давление, которое мешало ему опуститься на колени. Как только он снова успокоился, он осознал, что только что получил подтверждение того, что Ли Юньму действительно не лжет. Он определенно был лордом-экспертом потока и обладал впечатляющей силой. Когда Ли Юньму увидел изменения в поведении этого человека, он невольно нахмурился и мрачно вздохнул. Иногда разница в положении двух людей была велика до такой степени, что между ними не могло существовать дружбы на равных. Хотя Ли Юньму совершенно не беспокоила разница в их статусе, другая сторона не могла так думать. Брат Ван, тебе не нужно так себя вести, культиваторы, тоже люди, это совершенно неприемлемо. Господин, вы, культиватор, если когда-нибудь пойдет слух о том, что я осмелился называть вас братом, моей маленькой жизни придет конец. Чем больше Ван Жень говорил, тем страшнее ему становилось. Жесткая социальная структура изначального мира и их образ жизни глубоко укоренились в сердцах местных жителей со стародавних времен. В конце концов, Ли Юньму не смог убедить своего собеседника изменить свое мнение, но это был относительно незначительный вопрос. Его главной заботой было отношение к чужеземным культиваторам в городе Паньгу. Он с большим трудом вырвался из секты изначального бога и даже не думал, что сбежав из волчьего логова, сразу же попадет в логово тигра. Сила Паньгу в изначальном мире считалась чрезвычайно высокой. Хотя мир изначального бога был могущественным и имел большой потенциал, он был похож на второсортного фокусника перед истинным магом, если их сравнивать с народом Паньгу. В конце концов, они отличались от клана Холл. Тираническая раса людей, унаследовавшая древнюю родословную, заставила все человеческие силы изначального мира бояться провоцировать их. Они все боялись стать их врагами. По этой причине, несмотря на то, что сила Ли Юньму значительно возросла и могла сравниться с мудрыми экспертами потока на начальной стадии, он все еще не смел недооценивать Паньгу. По мере того, как карета все ближе и ближе подъезжала к воротам города, у Ли Юньму не оставалось другого выбора, кроме как поделиться своими опасениями с Ван Женим, пока они стояли в очереди. Значит, господин опасается этого момента? Услышав это, Ван Жень остался спокоен. После некоторых раздумий он сказал, на самом деле, у господина нет никаких дурных намерений, и он не станет причинять проблем в городе Паньгу, господину ни о чем беспокоиться. Когда Ли Юньму услышал слова собеседника, говорившего, что ситуация была не так плоха, как ему казалось, его настроение поднялось. О, и что за неприятности? Неприятности, которые создают люди, в основном заключаются в шпионаже, чтобы получить точную информацию о силе и численности, Паньгу. Некоторые люди заходят так далеко, что даже используют обычных людей, чтобы проникнуть в город. Короче говоря, если господин всего лишь простой одиночка, каждое ваше действие в городе Паньгу должно быть сделано честно, без всякой скрытности. У Паньгу нет никаких претензий к обычным человеческим культиваторам. Другими словами, если вся моя деятельность будет находиться у них перед глазами, и я не стану использовать никаких тайных средств, Паньгу не станут беспокоиться о таком одиноком культиваторе, как я. Уточнил Ли Юньму, дважды проверив, правильно ли он все понял. Да, если господин обычный странствующий культиватор, вы можете без проблем оставаться в городе Паньгу. Уверенно кивнул Ван Жень. Если я войду в город, смогу ли я осуществлять торговые операции, связанные с большими суммами? Снова спросил Ли Юньму. О, этим вы лишь увеличите благосклонность Паньгу, потому что подобные действия с некоторой точки зрения можно считать вкладом в улучшение экономики города Паньгу. Но вы должны вести дела честно и открыто, никогда не ввязываясь в подпольные сделки. Хорошо, я воспользуюсь твоими советами. Ли Юньму, наконец, успокоился. Казалось, что решение посетить город Паньгу, чтобы отдохнуть и привести дела в порядок, было довольно хорошей идеей. Во всяком случае, он с самого начала не собирался делать чего-то противозаконного. Теперь, когда он немного понимал правила и предписания города Паньгу, эта тираническая сила не причинит ему вреда. Если он не станет нарушать правил, этот город станет для него отличным убежищем на какое-то время. В конце концов, силы на уровне Змеи Преисподней и даже секты изначального бога не могли проникнуть в священный город. В данный момент у Ли Юньму не было места, куда он мог бы вернуться. Если он вернется к Змее Преисподней, он не знал, что ему делать с информацией, которую он добыл в мире изначального бога. Стоит ли ему продавать эти секреты? Даже если забудет об одолжении, оказанном ему Юань Бия, Ли Юньму не был наивным дураком, который станет раскрывать всю информацию о мире изначального бога. Если он действительно так сглупит, его вскоре найдет секта изначального бога. Змея Преисподней извлечет много выгоды из этой информации, но лично для него это будет настоящей катастрофой. Когда все его опасения по поводу въезда в город были развеяны, Ли Юньму наконец увидел одну из самых тиранических коренных рас древних времен – Паньгу. В рейтинге из более чем тысячи коренных рас изначального мира они входили в первую пятерку. Самой могущественной расой в изначальном мире были не люди, хотя они и взяли под контроль большую часть суши. Все дело было в том, что человеческая раса была самой многочисленной, а население имело врожденную склонность к тяжелой работе. Сильнейшей расой изначального мира была раса под названием Диус, что было общеизвестным фактом. Их было очень мало, и они не были общительными людьми. Вместо этого они предпочитали жить в уединении и лишь изредка появлялись, но даже так их силы было достаточно, чтобы стоять на вершине всех форм жизни. Они занимали это место десятки тысяч лет, и за это время никто не смог пошатнуть их положение. Глава 517. Глава 517. Доблестные Паньгу II по силе коренной расой были земные дьяволы. Они проводили свою долгую жизнь, обитая в 30 тысячах метров под поверхностью. Темперамент земных дьяволов был полной противоположностью Диусам, которые были совершенно равнодушны к мирским делам и не желали сражаться. Земные дьяволы обожали сражения и вторжения в чужие земли, но из-за врожденного ограничения их родословной они не могли жить под солнцем. Независимо от того, как сильно они хотели вторгнуться в изначальный мир, они не могли этого сделать. Их устраивала только темнота. Если они появлялись под солнцем, их сила значительно падала. А те, кто не обладал значительной силой, вообще могли растаять и превратиться в лужу крови, если они появятся под солнцем. Если кто-нибудь столкнется с земными дьяволами, ему можно будет только посочувствовать. Они встретят существ с ужасающей силой, от которых нужно было бежать как можно быстрее. К счастью, из-за их врожденной слабости вероятность столкновения с земными дьяволами на поверхности была крайне мала. Было совсем немного земных дьяволов, которые обладали достаточной силой, чтобы они могли угрожать людям и порой поднимались из недр земли. Третьей по силе расой были люди. Паньгу, между тем, считались всего лишь пятыми среди сильнейших рас. Тогда возникал вопрос, почему люди, которые находились на два ранга выше Паньгу с точки зрения общей силы, боялись Паньгу. Ответ на этот вопрос заключался в словах общая сила. Было верно, что индивидуальная сила Паньгу была выше, чем у людей. Но у Паньгу было всего около 40 миллионов представителей, что было просто каплей в море по сравнению с меллиардами людей. Тем не менее, за исключением детей до трех лет, все остальные Паньгу обладали огромной боевой силой. Это было отличием между этими расами, а также причина, по которой люди испытывали опасения по отношению к представителям коренных рас, входящих в первую десятку самых могущественных рас в изначальном мире. Причина была в том, что даже если число человеческих культиваторов было огромным, они были разбросаны по всему изначальному мире. Это означало, что им было чрезвычайно сложно вести войну. Тем не менее, хотя с точки зрения общей силы люди занимали третье место в рейтинге, на самом деле эта позиция была несколько преувеличена. Человеческие культиваторы вовсе не были скромными, но вместе с тем, хотя люди опасались Паньгу, Ли Юньму также чувствовал, что Паньгу также глубоко опасались людей. Предъяви удостоверение личности, человек. Вскоре настала очередь Ли Юньму и Ван Женя пройти проверку безопасности, чтобы войти в город. Два ряда солдат Паньгу стояли у ворот, преграждая им путь. Солдаты казались чрезвычайно сильными и жестокими. Характер у них был от природы таким же, как и их внешность, чрезвычайно грубой и прямолинейной. Основываясь на информации, собранной Ли Юньму, они были очень упрямыми. Естественно, во всем были исключения, но это описание подходило большинству Паньгу. Солдаты Паньгу становились сильнее людей-варваров. Каждый из солдат был трехметрового роста, а некоторые достигали трех с половиной метров. Среди людей-варваров такой рост был крайне редок. Только если они не будут использовать никаких культивационных методов, чтобы контролировать свой рост, они будут продолжать.